Часть вторая. Глава первая. Лужайка красоту её скрывает, как облачко сребристое луну. Уже ли скрыта облаком луна от любопытства глаз? Глава первая. Она решила, став у края, переградившей залу узорчатой решётки, на какое-то время открыть своё лицо. Однако, увидев входившую в залу настоятельницу, испытала такой страх, что тут же отказалась от своего намерения. Ей показалось даже, что настоятельница слишком пристально посмотрела в её сторону. Тем временем, настоятельница, пройдя через залу для гостей и обменявшись несколькими словами с игуменом монастыря и знатными гостями, проследовала к своему креслу в музыкальной комнате. Концерт начался исполнением торжественных и прекрасных арий, которые так прекрасно и с таким чувством поют в итальянских женских монастырях. Это в какой-то степени успокоило Елену, и она вскоре с интересом стала осматриваться вокруг. В просторной половине залы со сводчатыми потолками, освещенной свечами, собралось около пятидесяти монахинь в праздничном одеянии Ордена Кармелиток. Возвышенное пение хора, мерцающий свет свечей и величественная фигура настоятельницы в кресле на возвышении, похожем на трон, создавали картину средневекового замка. За ажурной перегородкой в другой половине зала, за сервированными столами, собрались гости. Во главе стола восседал игумен в окружении знатных гостей, в роскошных, расшитых золотом и шелком камзолах, ярким пятном выделявшихся среди темных монашеских сутан. Столь же разительно отличались строгие, неулыбчивые, погруженные в себя лица духовенства и беспечные полные интереса к жизни и ее удовольствиям лица неаполитанской знати. Темным загадочным фоном среди этой картины были монахи и паломники. Именно в их сторону чаще всего был обращен взор Элены, безуспешно пытавшейся отыскать среди них Винченца. И хотя она продолжала стоять у края решетки, теперь она не отваживалась поднять вуаль и показать свое лицо такому количеству незнакомых людей. А это для нее означало, что Винченца так и не подойдет к ней. После концерта она вместе со всеми вышла в ту часть зала, где были накрыты столы, и где вскоре должна была появиться настоятельница со своей свитой. Лишь тогда она обратила внимание на человека в одежде паломника, который, пряча лицо, старался тоже держаться поближе к решетке. Элена, решив, что это Винченца, не спускала с него глаз, чтобы, улучив момент, незаметно приблизиться к нему. В то же время она внимательно следила за настоятельницей, занятой беседой с окружившими ее монахинями. Наконец, Элена смогла быстро и незаметно открыть на мгновение лицо и прочла интерес и благодарность в ответном взгляде. Однако она ошиблась. Это был не Винченца. Перепуганная девушка, поняв, как может быть расценен ее поступок, и еще больше огорченная тем, что не нашла Винченца, поспешно отошла. И в эту минуту другой незнакомец в плаще и с закрытым лицом быстрым шагом приблизился к решетке. Элена теперь почти не сомневалась, что это Винченца, но не повторила ошибки, не подняла вуали, а ждала, когда ей будет подан знак. Однако незнакомец быстро просунул между прутьями решетки записку, и, не дав Элене опомниться и передать ему свою, уже исчез в толпе. Девушка было сделала шаг к решетке, но тут же остановилась, заметив, как одна из монахинь, видимо, заметившая действие Винченца, направилась к тому месту, где между прутьями торчала записка. И краем платья задела ее, записка упала на пол, и Элена в отчаянии увидела, как монахиня наступила на нее ногой. В это время какой-то священник, окликнув через решетку монахиню, стал что-то с таинственным видом говорить ей. Элена совсем пришла в отчаяние, решив, что и тот тоже видел Винченца, и теперь сообщает об этом монахине. Ей оставалось только ждать, когда монахиня поднимет записку, и вскоре все станет известно настоятельнице. К ее великому удивлению, и однако не к облегчению, монахиня отодвинула ногой записку поближе к решетке, но не подняла ее. Тревога Элены усилилась. Когда священник скрылся в толпе, а монахиня тут же поспешила к настоятельнице и что-то начала говорить ей, бедная девушка была уже мертва от страха. Она более не сомневалась, что Винченца схвачен, а записка оставлена на полу намеренно, чтобы Элена, подняв ее, выдала себя. Дрожа от страха и самых дурных предчувствий, она следила за лицом настоятельницы, пока та выслушивала то, что говорит монахиня. Суровая складка на лбу игуменья зловеще предупреждала Элену о ждущей ее судьбе. Тем временем монахиня, закончив свое сообщение матери-настоятельницы, спокойно отошла и присоединилась к сестрам. А игуменья, как ни в чем не бывало, продолжала играть свою роль хозяйки. Элена понимала, что пока монастырь полон гостей, никаких особых мер против нее принято не будет. Она не спешила уходить, а также не пыталась поднять злополучную записку, хотя знала, что судьба ее зависит от того, что написано на этом клочке бумаги. Время шло. Она знала, что за ней теперь будут следить. Куда бы она ни посмотрела, ей казалось, что мать-настоятельница не спускает с нее глаз, а также монахиня, хотя лицо последнее было скрыто вуалью. Так прошел час. Ужин подходил к концу. Гости поднимались из-за стола, и в общей толчье Элене удалось приблизиться к решетке и поднять записку. Спрятав ее в складках одежды, она едва осмелилась поднять голову, чтобы убедиться, не следит ли кто за ней. Она решила немедленно уйти к себе, как вдруг увидела, что настоятельница покидает залу. Монахини, напугавшие ее, нигде не было видно. Элена проследовала за настоятельницей, держась в самом конце потянувшейся за нею свиту. Наконец, заметив Оливию, она успела глазами подать ей знак и тут же поспешила в свою келью. Здесь, заперев изнутри дверь на ключ, принялась читать записку Винченца. Еле сдерживая свое нетерпение, жадно пробежала глазами первые строчки, но, неловко перевернув страницу, вдруг загасила слабый огонь лампы. В полном отчаянии девушка не знала, что делать. Идти просить, чтобы ей зажгли погасшую лампу, было невозможно, ибо сразу же стало бы известно, что она отнюдь не пленница, а может покидать свою келью, когда захочет. Если об этом узнает, худо будет не только ей, но и Оливия пострадает за свою доброту. Оставалось молить Бога о скорейшем приходе Оливии, пока еще не поздно сделать то, о чем просит в записке Винченца. Она сидела в темноте, терзаемая страхами, тщетно водя пальцами по листку бумаги, от которого зависело ее спасение, и которое она так нелепо не смогла дочитать до конца. Наконец послышались шаги, и луч света блеснул под дверью. Вовремя сообразив, что это может быть и не Оливия, она постаралась быстро спрятать записку. Но дверь уже открылась, и вошла Оливия. Элена, бледная и дрожащая, без слов, выхватила у монахини фонарь и принялась жадно дочитывать записку. В ней было сказано, что в ту минуту, как Элена получит ее, брат Джеронима будет ждать ее у ворот в сад, где к ним вскоре присоединится и он, венчанца, чтобы вместе тайком покинуть монастырь. Лошади ждут их у подножия горы. Он им молял ее не мешкать, а сделать все немедленно, пока в монастыре гости и все заняты ими. Иного случая может не представиться. Элена в полном отчаянии протянула записку Оливии, прося ее совета, ибо прошло уже полтора часа с того времени, как венчанца передал ей записку. За это время все могло случиться. Добрая Оливия, понимая состояние девушки, сострадала ей и готова была помочь. После недолгого раздумья она сказала, «Сейчас в любом уголке монастыря мы можем встретить кого-либо из монахинь. Но вуаль, которую я вам принесла, уже сослужила вам службу. Думаю, мы можем надеяться, что она поможет нам и в этот раз. Нам придется пройти через трапезную, где сейчас ужинают те сестер, кто не был приглашен к праздничному столу. Они не покинут трапезную до колокола, собирающего всех на заутренню. Если мы будем дожидаться этого часа, будет уже поздно». Элена полностью разделяла опасения сестры Оливии, и, понимая, как опасно медлить, они решили тут же попробовать пробраться в монастырский сад. По дороге в трапезную им то и дело попадались монахини, но никто не обращал на них внимания. Элена одной рукой придерживала вуаль, а другой тяжело опиралась на руку Оливии. В дверях трапезной они увидели настоятельницу, которая, окинув взглядом ужинающих и не найдя среди них Оливии, отступила назад. А сестра Оливия вынуждена была, откинув вуаль, предстать при дочи игуменьи, затем они проследовали в трапезную. Элена, смешавшись со свитой настоятельницей, шла вслед за ними. Монахини, оставшиеся в трапезной, к счастью, были столь возбуждены и взволнованы закончившимися празднествами, что только и говорили об этом. Это позволило Элене вслед за Оливией выйти в холл. Здесь то и дело пробегали слуги, которые, собрав со столов грязную посуду, относили ее на кухню. Когда Элена и сестра Оливия приблизились к выходу в сад, их окликнула монахиня, предупредившая, что колокол на заутренню еще не прозвучал. Перепуганная непредвиденным препятствием, Элена крепко сжала руку Оливии, но та что-то спокойно ответила монахине, и они вышли в сад. Когда они шли по аллее к указанному в записке Винченце месту, у Элены от волнения подкашивались ноги, и она испугалась, что не дойдет. «Силы изменяют мне, я не дойду», задыхаясь, сказала она. «А если дойду, то будет уже поздно, он не дождется меня». Но Оливия, чтобы ободрить ее, указала на освещенные лунным светом ворота в конце аллеи. «Видите, дитя мое, где кончается тень деревьев, там и есть место вашего свидания». Ободренная Лена прибавила шаг, но заветные ворота, вместо того, чтобы становиться ближе, казалось, удалялись от нее. «Я не дойду, я упаду бездыханной», продолжала шептать бедняжка, когда они были уже совсем у цели. Наконец Оливия остановилась. Отсюда предстояло подать условный знак, и она ударила поднятой веткой по дереву. Послышался шепот переговаривающихся голосов, но условного ответа не последовало. «Нас предали», — в ужасе прошептала Лена. «Но я все равно должна знать правду», — вдруг решительно заявила она и повторила условный знак. К ее неизъяснимой радости в ответ раздались три отчетливых сухих стука дерева о дерево. Оливия, все еще соблюдая осторожность, предостерегла Лену не торопиться. Но вскоре все сомнения рассеялись. Со скрипом повернулся в замке ключ, ворота открылись, и две фигуры в плащах вошли в сад. Лена невольно отступила, но знакомый голос Винченца тихо окликнул ее, а слабый свет фонаря в руках его спутника осветил лицо юноши. «О, небо!» — тихо промолвил дрожащим от радостного волнения голосом Винченца, сжимая руки Елены. «Неужели ты опять со мной? Если бы ты знала, как я ждала этого часа!» Однако, увидев Оливию, он умолк и отступил назад. Елена поспешно объяснила ему, сколь многим она обязана доброте сестры Оливии. «Нельзя терять ни минуты!» мрачно проворчал Джеронисмо. «Мы и так слишком задержались!» «Прощайте, Елена!» С чувством тихо промолвила сестра Оливия. «Да хранит вас Господь!» Страхи Елены теперь уступили место глубокой печали и расставания. Она горько плакала, уронив голову на плечо Оливии. «О, прощайте, мой добрый друг!» «Я теперь уже никогда не увижу вас, но всегда буду помнить и нежно любить вас. Вы обещали мне дать о себе знать. Помните, я буду в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто». «Не могли уладить свои дела раньше?» сердился Джеронима. «Мы задержались на целых два часа». «Элена, похоже, ты совсем забыла обо мне!» ласково напомнила о себе Винченце, осторожно отрывая девушку от сестры Оливии. Осушив слезы, Элена одарила его улыбкой, которая показалась ему дороже всяких слов. Еще раз попрощавшись с Оливией, она протянула Винченце руку. «Взошла луна, и твой фонарь уже не нужен. Мы только привлечем внимание», сказал Винченце своему спутнику. «Он еще пригодится нам в церкви и на тех темных тропах, по которым я буду проводить вас. Ведь вы не надеетесь, что я выведу вас через главные ворота, сеньор», с достоинством ответил Джеронима. «Итак, веди, куда знаешь, в путь», согласился Винченце и вышел на аллею, ведущую к монастырской церкви. Прежде чем последовать за ним, Елена еще раз обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на сестру Оливию. Монахиня стояла на прежнем месте, и Елене показалось, что она еле заметно махнула ей рукой. Сердце Елены переполнило печаль, и слезы снова затуманили ей глаза. Она махнула рукой в ответ, не в силах двинуться с места, пока Винченце вновь не заставил ее следовать за ним. «Я завидую твоему другу», тихо промолвил он и этим слезам. «Я испытываю зависть. Прошу тебя, не плачь, Елена. Если бы ты знал, что она сделала ради меня, и как я ей обязана», дрожащим голосом ответила Елена и умолкла. «Пока они шли по темной аллее к церкви, Винченце не мог скрыть своего беспокойства. Ты уверен, брат, что там не будет кающихся в этот час? Кающихся в дни празднеств? Скорее, в такие дни все получают награды. Для нас и то, и другое одинаково плохо. Разве мы не можем не заходить в церковь?» Джеронима заверил его, что это невозможно, и открыл один из боковых входов. Здесь он прибавил свет в фонаре. В церкви было темно. Праздничные свечи отгорели. Осталось лишь несколько у алтаря. Послушник провел их через храм к боковой двери, выходящей во внутренний дворик, к пещере Богоматери, покровительнице кармелиток. Яркий свет свечей в пещере испугал беглецов, и они попятились назад. Но Джеронима, осмотрев пещеру, успокоил их, объяснив, что свечи горят здесь день и ночь. Успокоенные они вошли в пещеру, следуя за Джеронима в дальний ее конец, где за изображением Богоматери в глубокой нише была небольшая дверь. Сердце Елены затрепетало от страха, когда послушник отпер ключом узкий проход в скале. Джеронима вошел первым, однако Винченце не последовал за ним, а, опасаясь за Елену, остановился и спросил у проводника, куда он их ведет. — К месту назначения, сеньор, — ответил тот глухим, словно из могилы голосом. Ответ испугал Елену и не понравился Винченце. — Я доверился тебе и доверил в твои руки судьбу самого дорогого мне человека, — промолвил Винченце. — Эта шпага, — тут он коснулся спрятанной под плащом шпаги, — будет орудием отмщения за любое предательство. Поверь мне, если ты замыслил зло, остановись и одумайся, иначе не выйдешь отсюда живым. — Угрозы, — недовольно ответил послушник, повернувшись к ним, и лицо его помрачнело. — Какую пользу принесет вам моя смерть, сеньор? Каждый брат этого монастыря поклянется отомстить вам за нее. — Я не хочу предательства, — воскликнул Винченце, и готов защитить сеньорину от всех монахов на свете. Ты это знаешь. Итак, решай. В эту минуту Елене в голову пришла ужасная мысль. А что, если это вход в тот ужасный карцер, о котором рассказывала сестра Оливия? И это ловушка. А Джеронима просто предал их. Если в твоих действиях нет коварства, и ты согласен вывести нас из монастыря, почему ты не выбрал любой другой выход, которых, я уверен, здесь немало, а привел нас именно сюда. — Из монастыря есть единственный выход через главные ворота, — спокойно ответил Джеронима. — А этот выход второй, потайной, и тоже единственный. — Нельзя ли выйти через главные ворота? — неуверенно спросил Винченце. — Нет, ибо сейчас через него входят и выходят паломники и монахи других монастырей. — Сегодня их здесь особенно много, — объяснял Джеронима. — Мы с вами можем пройти незамеченными. — А как быть с сеньориной? — Вы сами знали это, сеньор, и потому решились довериться мне. Этот проход выведет нас к утесам далеко от монастыря. Я уже достаточно рисковал и больше не намерен попусту тратить время. Если не хотите следовать за мной, я оставляю вас здесь, и поступайте тогда, как знаете. Он насмешливо рассмеялся и принялся запирать дверь. Встревоженный Винченце, представив себе все роковые последствия, если его план сорвется, попытался уговорить Джеронима, а затем перепуганную Элену. И, наконец, они в полном молчании один за другим, Джеронима впереди, вошли в узкий мрачный коридор, вырубленный в толще скалы. Винченце одной рукой поддерживал Элену, а другую не снимал с Эфеса шпаги. Проход был довольно длинный, и еще не достигнув его конца, они вдруг услышали звуки музыки. «Они доносятся сюда из той пещеры, которую мы только что покинули», пояснил Джеронима. «Это поют молитвы паломники, прежде чем покинуть пещеру. Нам надо поторапливаться, сеньор, меня могут хватиться». Теперь беглецы поняли, какой опасности они себя подвергали, если бы задержались в пещере еще на несколько минут. Кто-нибудь из паломников мог бы заметить их или, не дай бог, набрел на потайную дверь. Когда Винченце высказал это вслух, Джеронима успокоил его. Об этом потайном ходе известно лишь немногим братьям нашего монастыря. Винченце догадался, что тайный ход существует для того, чтобы незаметно переправлять в святую пещеру все, что может понадобиться для поддержания у паствы предрассудка и веры в разные чудеса и явления. Погруженный в раздумья, он продвигался по коридору, как вдруг услышал далекий звон колокола. «Звонят к заутренне!» Испуганно воскликнул брат Джеронима. «Я должен быть в храме! Синьорина, поторопитесь!» Попросил он, хотя Елена и так спешила изо всех сил. Наконец, она увидела впереди дверь, но, к ее удивлению, проход здесь не заканчивался, а следовал дальше, минуя открытую дверь. Приблизившись, она увидела, что дверь ведет в едва освещенную сумеречным светом комнату, высеченную в скале. Винченца, беспокойный светом, спросил, откуда он и что находится в этой комнате. Джеронима ответил что-то неопределенное и тут же указал на сводчатую дверь, которой заканчивался подземный коридор. Беглецы повеселели, ибо это означало конец утомительного пути и гнетущей неопределенности. Передав фонарь Винченца, Джеронима стал отодвигать засовы, чтобы открыть дверь. Винченца с облегченным сердцем приготовился вознаградить проводника. Но случилось непредвиденное. Дверь не открывалась. Странное подозрение повергло Винченца в ужас и гнев. Казалось, немало был напуган и сам проводник. Боюсь, нас предали. Мрачно промолвил он и посмотрел на Винченца. Дверь заперта на второй замок. У меня же ключ только от одного замка. Предали, грозно повторил Винченца. И я знаю, кто. Вспомни, я тебя предупреждал. И подумай, в чем твоя выгода предать нас? Сеньор, протестующий воскликнул Джеронима, я не обманываю вас. Клянусь при святой деве, что я не запер эту дверь на второй замок. Я открыл бы ее, если бы мог. Новый замок поставлен не сегодня, даже не час тому назад. Я и сам теряюсь в догадках. Тут редко кто бывает. Боюсь, тот, кто побывал здесь, сделал это намеренно, чтобы помешать вашему побегу. Твои объяснения не обманут меня, негодовал Винченца. Или ты откроешь дверь, или готовься к худшему. Знай, я не дорожу своей жизнью, но не допущу, чтобы сеньорину обрекли на ту страшную участь, которую уготовили ей в вашем монастыре. Лена, собрав все свои силы, попыталась успокоить гнев Винченца, зная, что добром это не кончится, и попробовать уговорить Джеронима попытаться еще раз открыть дверь. Наконец, с трудом это ей удалось. Винченца тоже стал помогать Джеронима, но все было тщетно. Тогда Джеронима попытался вышибить дверь силой, при этом причитал, что теперь он навлек на себя гнев монастырского начальства и будет строго наказан, но дверь не поддавалась. Винченца теперь понимал, что даже вернуться назад они не смогут. Церковь и пещера полны паломников. Заутрення еще не кончилось. Джеронима, однако, не терял надежды на их освобождение, но допускал, что эту ночь и следующий день им придется провести здесь. Наконец, они договорились, что Джеронима вернется в церковь и попробует организовать их побег через главные ворота. Проводив Элену и Винченца в каменную комнату, мимо которой они только что прошли, он решил вернуться назад. Какое-то время после его ухода они еще лелеяли надежду, что он вернется и выручит их из подземелья, но по мере того, как медленно потянулось время, надежда убывала и их охватило отчаяние. Только ради спокойствия Винченца Элена ничего не сказала ему о назначении этой комнаты в скале, где они теперь пребывали. Мысль о предательстве Джеронима теперь не покидала ее. Холодные стены, похожие на склеп комнаты, все больше напоминали ей рассказ сестры Оливии о карцере, в котором заживо была погребена монахиня. Зарешеченное небольшое окошко в потолке пропускало воздух и слабый свет дня. Здесь были стол, скамья и, что самое удивительное, лампа на столе. Как могла попасть сюда зажженная лампа? Здесь, по словам Джеронима, редко кто бывал. Почему у него самого это не вызвало никакого удивления? Не есть ли это та тюрьма, в которую собирается заточить ее игуменья? ее охватил такой ужас, что она едва не открылась венчанце, но, зная его горячий нрав, побоялась, что он решится на какое-нибудь безрассудство и погубит себя. Так, пребывая между отчаянием и надеждой, она невольно все более внимательно осматривала комнату, чтобы найти хоть что-нибудь подтверждающее или опровергающее ее подозрение, что именно здесь нашла свой печальный конец несчастная послушница. Когда глаза привыкли к темноте, она заметила, как что-то темнеет в одном из дальних углов. Это оказался соломенный матрас, на котором должно быть умерла несчастная. Возможно, он еще хранит отпечатки ее тела. Элену охватил ужас. Венченце, видя ее состояние, тщетно пытался узнать, что так взволновало ее. Как вдруг они услышали протяжный похожий на стон вздох. Элена в страхе схватила Венченце за руку. Они умолкли и прислушались, но кругом стояла мертвая тишина. «Мне это не послышалось, не так ли?» прошептал Венченце. «Ведь ты тоже слышала?» «Да», ответила Элена. «Это был вздох или стон?» «Да-да, это был вздох». «Кто-то здесь прячется», сказал Венченце, оглядываясь вокруг. «Но тебе не надо бояться, Элена, я вооружен». «У тебя шпага, но увы, тише, вот снова, где-то совсем рядом». «Эта лампа едва горит», Венченце поднял лампу повыше. «Эй, кто там?» крикнул он и сделал шаг вперед. Никто не ответил. «Эй, кто там? Вам возможно нужна помощь», еще раз громко крикнул Венченце. «Друзья по несчастью поймут вас, отзовитесь. Если же вы враг, то трепещите, ибо мне терять нечего». В ответ было молчание. Тогда, взяв лампу, Венченце подошел к стене, где заметил небольшую дверь. Тут он снова услышал звуки, они были похожи на молитву или стенание. Нажав на дверь, он с удивлением убедился, что она легко открывается, и вскоре он оказался в коморке, где перед распятием стоял на коленях человек, столь погруженный в молитву, что даже не заметил появления Венченца, пока тот не заговорил. Человек поднялся и повернулся к юноше. Это был монах с бледным лицом и седыми волосами. Его кроткое печальное лицо и ясные глаза, в которых горел особый внутренний огонь, вызвали у Венченца симпатию и интерес. Он успокоил Элену, которая застыла на пороге. Монах был тоже удивлен их присутствием здесь, однако Венченца, несмотря на симпатию к нему, не торопился отвечать на его вопросы. Наконец монах намекнул, сколь необходима откровенность для безопасности их всех. Подкупленные его искренностью, а отнюдь не из страха, Венченца, опуская детали, коротко рассказал их историю. Монах слушал состраданием, глядя то на Венченца, то на Элену, а затем справился, как давно ушел Джеронима и сокрушенно покачал головой, когда узнал, что дверь их подземелья оказалась запертой на второй замок. «Вас обманули, дети мои», сказал он печально, «вы молоды и доверчивы, а старость бывает хитра и коварна». Его слова повергли бедную Элену в отчаяние, и она разрыдалась, а Венченца едва удержался от гневных проклятий. Ему с трудом удалось успокоить плачущую Элену. «Вас, дочь моя, я видел в храме», вдруг сказал монах, глядя на Элену. «Я слышал ваши слова протеста. Увы, дитя мое, вы должны были знать, что за этим последует. У меня не было иного выбора», пролепетала Элена. «Святой отец», воскликнул Венченца, «Я не поверю, что вы можете быть на стороне тех, кто преследует невиновных или одобряете их действия. Если бы вы знали печальную историю этой сеньорины, то прониклись бы жалостью к ней и сочли бы непременным для себя помочь ей. Сейчас не время рассказывать подробно, но умоляю вас, Святой отец, спасите ее, помогите ей бежать из этого монастыря. Если бы время безжалостно не подгоняло нас, я рассказал бы вам, как среди ночи была похищена из родного дома бедная сирота, как была она увезена в этот монастырь и в чьей власти она оказалась. У нее нет ни родных, ни близких, чтобы защитить ее и бросить вызов преследователям. О, Святой отец, если бы вы знали, голос бедного юноши прервался от волнения. Монах молча, состраданием, смотрел на Элену. «Возможно, вы говорите правду», сказал он, «но...» он умолк в нерешительности. «Я понимаю, ваше колебание, святой отец, пришел ему на помощь венченца. Вам нужны доказательства, но как мы можем их представить? Вам остается только верить мне и моему честному слову. «Если вы пожелаете помочь нам, то это надо сделать сейчас же, немедля. Ваши колебания будут означать нашу гибель. Мне кажется, я слышу шаги Джеронима». Он подошел к двери и прислушался. Все было тихо. Монах тоже вслушивался в тишину и молчал, погруженный в раздумья. Элена судорожно сжав руки, ждала его решения. «Нет никого. Еще не поздно что-то сделать, святой отец». Бедняжка словно про себя произнес монах. «В этой каменной могиле, в этом проклятом месте, да, в этом карцере», не выдержав, воскликнула Елена, угадав, что думает монах. «Именно здесь нашла свою страшную смерть бедная монахиня. Меня тоже ждет ее участь». «Да, в этом карцере», повторил за Эленой Венченца, «Святой отец, если вы готовы помочь нам, не медлите. Прошу вас, иначе все будет напрасно». Монах, который с явным удивлением поднял глаза на Элену, когда она упомянула о гибели монахини, вдруг отвернулся и смахнул скупые слезинки. Он, казалось, пытался взять себя в руки, но какое-то страшное воспоминание терзало его душу. Венченца, видя, что мольбы не помогают и, ожидая, что вот-вот в коридоре раздадутся шаги Джеронима, в тревоге ходил взад и вперед по коморке, временами останавливаясь и прислушиваясь. Иногда он снова взывал к состраданию монаха, но тот молчал. Элена, с ужасом оглядывая стены, то и дело повторяла как бы про себя. В этой темнице, на соломеном матрасе умирала эта бедняжка. О, что видели эти стены! Венченца, не в силах слышать это, вновь обратился к монаху. Святой отец, взмолился он, если ее найдут здесь, судьба ее будет ужасна. Кто, кроме Бога, может знать, какой будет ее судьба, или же моя тоже, если я вознамерюсь помочь и вам, хотя я стар, мое сердце не очерствело еще к чужому горю. Пусть у меня отнимут мои последние годы, но юность должна жить, если я в силах еще помочь вам, дети мои, следуйте за мной, вдруг решительно заявил он. Я проверю, не откроет ли эту дверь один из моих ключей. Венченца и Элена бросились вслед за ним. Монах не мог торопиться, они часто останавливались и прислушивались, нет ли погони, но было тихо. Лишь приблизившись к выходу из подземелья, они услышали звуки, доносившиеся по коридору издалека. Кажется, они идут, святой отец, испугно пролепетала Элена. Если ключ не подойдет, мы погибли. Я слышу голоса. Они, наверное, уже обнаружили, что мы покинули комнату. Старый монах дрожащими руками пробовал ключи. Венченце пытался помочь ему и ободрял и успокаивал Элену. Наконец, ключ в замке повернулся и дверь открылась. Перед ними были залитые лунным светом горы. Элена вскрикнула от радости. Не тратьте время, дети мои. Не надо благодарить меня поспешно, сказал монах. Я должен успеть закрыть дверь и подольше задержать ваших преследователей. Благословляю вас. Молодые люди едва успели попрощаться с монахом, как он уже закрыл за ними дверь. Венченце, крепко взяв Элену за руку, начал спуск вниз к тому месту, где уже давно ждал их Пауло. Они видели внизу тропу, ведущую из монастыря, и толпу покидающих монастырь паломников. Венченце замедлил шаг из предосторожности. Надо было переждать, пока пройдут паломники, смешиваться с их толпой было бы опасно. В полнолуние было достаточно светло, чтобы разглядеть каждого, поэтому они пробирались под стенами монастыря в тени густых кустов, иногда присаживались и отдыхали. Элена успокоившись, с удовольствием слушала пение паломников, толпа которых не иссякала. «Как часто в такой час я бродил вокруг твоей виллы, Элена, радуясь тому, что ты так близко», вспоминал Венченце. «А теперь мы, наконец, вместе. Прошу тебя. Позволь мне повезти тебя к алтарю в первой церкви, которая нам попадется по пути». Юноша совсем забыл, в какой тревожный час он просит ее об этом. «Не время говорить об этом», неуверенно произнесла растерявшаяся Елена. «Мы еще в опасности. Мы на краю бездны». «Да, ты права. Я неоправданно подвергаю нас опасности, задерживаясь здесь. Прости, паломники уже прошли, нам надо продолжать наш путь», вскочив произнес Венченца. Они снова продолжили спуск к дороге. Елена обернулась и в последний раз посмотрела на темную громаду монастыря. На минуту ей почудилось, что в окошке знакомой башни появился ищез огонек. Неужели мать-настоятельница с монахинями ищут ее в келье? Страх вновь охватил ее, но это был лишь лунный отблеск. Монастырь был погружен в темноту. Наконец, они достигли поворота, за которым в глубокой тени деревьев начиналась дорога, и здесь их ждал Пауло. «О, сеньор, как я рад видеть вас. Я уже думал, что монахи заточили вас в свои подземелья. Я тоже рад тебя видеть, мой добрый Пауло. А где же одежда паломника, которую я просил тебя раздобыть?» Пауло протянул ему плащ, в который Винченца тут же укутал Элену. Сев на лошадей, они тронулись. Они держали путь в Неаполь, где Элена временно найдет убежище в монастыре Санта-Мария Дальпианто. Винченца, опасаясь преследования, решил как можно быстрее свернуть с главной дороги на Неаполь. Безопаснее будет ехать в объезд. Вскоре они достигли перевала. Перед ними было глубокое ущелье, по которому уже проезжала Элена. В этот час ночи оно казалось еще более мрачным и полным опасности. Но неунывающий Пауло лишь пришпорил лошадь и весело покрикивая на нее, прислушивался с интересом к собственному эхо. Винченца вынужден был попросить его вести себя потише. О, сеньор, я готов во всем вам подчиниться, но сердце мое просит песни. Ведь мы выбрались из этого, как он там называется, монастыря. Мне-то что, я не был в опасности, а вот вас могли убить, покуда я отдыхал, поджидая вас и сеньорину. Что это там впереди, сеньор? Неужели это мост? Кому взбрело в голову подвесить его так высоко под самые облака? Представляю, каково по нему ехать? Венчинце посмотрел вперед. Переброшенный через бурный поток, не спровергающийся со скалы, закрытый с одной стороны тенью гор и облитый лунным светом с другой, он, подвешенный над пропастью, казался миражом. Подумать только, воскликнул пораженный этим зрелищем Паула. Смотрите, что делает с людьми любопытство, сеньор. Эти путники не побоялись ступить на него. Венчинце сам уже разглядел на мосту фигуры людей, пересекающих его, однако испытал при этом не удивление, а тревогу. Если это паломники, идущие в монастырь, то они могут невзначай обмолвиться о том, кто им повстречался на пути, но избежать встречи с ними не было возможности. Дорога была слишком узка, чтобы остаться незамеченными. Вот они уже благополучно сошли с моста, и никто не свалился в пропасть. Интересно, куда они идут? Размышлял вслух Паула. Сеньор, эта дорога ведет на мост, и нам тоже его не миновать? У меня в ушах гул от шума этой бешеной речки. Скалы, как тени, так и давят, а тут еще этот мост, сеньор. Зачем вы заставили меня молчать? Лучше бы я пел для храбрости. Помолчи, Паула, остановил разговорившегося слугу Венченца. Путники должно быть уже близко, хотя мы и не видим их. Значит, эта дорога ведет к мосту, сеньор, грустно вздохнул Паула. А вот и они обогнули скалу и движутся прямо на нас. Потише, Паула, это паломники, шепнул ему Венченца. Укроемся в тени скал, пока не пройдут. Помни, любая неосторожность может погубить нас, если они нас заметят и окликнут, отвечать буду я. Слушаюсь, сеньор. Беглецы теснее прижались к скале. Голоса паломников звучали все ближе. Хотя бы слышишь веселые голоса, и то легче, проворчал Паула. Видимо, веселая собралась компания. Паула, ты забыл, что я тебе сказал, резко оборвал его Венченца. Паломники, заметив их, сразу умолкли. Лишь проходя мимо, один из них, видимо, старший, коротко поприветствовал их. Приветствия хорам повторили остальные. Здравствуйте, ответил Венченца. Утренняя служба уже закончилась, добавил он и тронул лошадь. Но если поспешите, то успеете на вторую мессу, сказал, не выдержав Паула, и последовал за господином. Вы только что из храма, не так ли, сеньоры? Не знаете ли, мы такие же бедные паломники, как и вы, святой отец, и ничего не знаем, ответил Паула. Доброго вам пути, святой отец, вот уже и святает. Он поторопился догнать Венченца и Елену. Венченца хорошенько отчитал его за неосторожность. Слава Богу, все уже позади, сеньор, облегченно воскликнул Паула, прислушиваясь к удаляющимся голосам паломников, запевших молитву. Теперь из всех опасностей нам остался только этот мост. Я надеюсь, мы и с этим справимся. Они уже въезжали на шаткий настил моста, как позади послышались голоса. Их нагоняла группа паломников, возвращавшихся из монастыря, их голоса гулко отдавались в ущелье. Элена испуганно посмотрела на Венченца, но он ободрил ее взглядом, хотя и сам встревожился, когда подумал о погоне. Но, пришпорив лошадь, попросил Элену и Паула поспешать за ним. «Это всего лишь паломники, сеньорина», успокаивал Элену Паула, иначе они не кричали бы так громко. Беглецы ехали так быстро, как позволяла каменистая разбитая дорога, и вскоре голоса паломников уже не долетали до их слуха. Однако Паула, ехавший последним, оглянувшись назад, вдруг увидел совсем близко двух путников в широких плащах, следующих за ним. Прежде чем он успел предупредить об этом Венченца, те уже поравнялись с ним. «Вы возвращаетесь из монастыря, брат мой?» спросил один из них. Венченца, услышав голос, обернулся и спросил, кто спрашивает об этом. «Всего лишь бедные паломники, утомленные трудным путем и просящие подвести их из сострадания», ответил голос. «Как как бы не был добр и сострадателен Венченца, он отлично понимал, что сейчас не время думать о благе случайного ближнего, когда Елена в опасности. Его подозрение возросло, когда путник, не обескураженный отказом, стал расспрашивать, куда они держат путь, и попросил разрешения присоединиться к ним. «Эти горы опасны, брат мой, здесь нередко путника ждут разбойники, чем больше людей держатся вместе, тем безопаснее». «Если вы и так устали, брат, то как вам удалось нагнать наших лошадей», поинтересовался Венченца. «Более того, вы уже обогнали нас». «Это страх перед разбойниками, брат мой, он двигал нами. Вам нечего их опасаться, достаточно замедлить шаг, и вас нагонит большая группа паломников, которые следуют за вами, они совсем близко». На этом он закончил беседу с незнакомцем, пришпорил лошадь, и вскоре навязчивые путники остались позади. Когда они исчезли из виду, Венченца наконец успокоился. Перевал был пройден, и они свернули с главной дороги на пустынную проселочную, ведущую на запад, в сторону городка Дакуило. Глава вторая Там пел пастух дубам и ручейкам, шагало утро серыми стопами, а солнце прокатилось по холмам в залив на западе, роняя пламя. Мильтон С вершины горы их взору открылось сверкающее в лучах зашедшего солнца озеро Челана, а на горизонте предгорье Апенин. Отсюда, решил Венченце, их путь в Неаполь будет менее безопасным. Эти глухие места лежали вдали от больших дорог и монастыря Сан-Стефана. Им теперь не должны грозить неожиданные встречи с паломниками. Мысль о монастыре напомнила ему, что в этих краях они тоже очевидно есть, и в одном из них они с Эленой могли бы обвенчаться. Потники спустились в оливковую рощу, и вскоре попавшиеся навстречу крестьяне указали им дорогу на Дакуилу. Они ехали через апельсиновые и лимонные рощи, вдыхая аромат цветущих деревьев, и мечтали об отдыхе в одной из разбросанных среди деревьев крестьянских хижин. Однако большинство из них было пусто в этот утренний час. Их хозяева, видимо, трудились в цитрусовых рощах и виноградниках, или же пасли овец и кос на лугах. Пауло первым услышал звук пастушьего горна и обратил на это внимание венченца. «Слышите, сеньор, если это пастухи, то у них мы можем раздобыть что-нибудь из еды для сеньорины». Венченца тоже услышал совсем близко звук пастушьего барабана. Они последовали через луг на звук рожка и вскоре увидели хижину в тени олив, а невдалеке и ее владельцев. Расположившись под каштаном, пастухи услаждали слух звуками пастушьего рожка и барабана. Эта мирная сценка, еще встречающаяся в далеких предгорьях Абруце, своей идиллической простотой и покоем вызывала в памяти рассказы об античной Аркадии. Пастухи, люди с грубыми загорелыми лицами дружелюбно встретили путников. Старший из них, видимо, глава семьи, выслушав их просьбу, тут же провел их в хижину, где угостил козьим сыром, лесным медом и сушеным инжиром. После завтрака падающая от усталости Елена получила возможность отдохнуть в сравнительной безопасности. Винченце сел на скамье у входа, а Паула заняв место под Оливой, внимательно осматривал окрестности. В полголоса хозяин и слуга обсуждали завтрак и недавно встревожившую их встречу на дороге. Час спустя, когда Елена смогла присоединиться к нему, Винченце предложил ей не спешить с отъездом, пока не спадет жара. Решив, что Елена отдохнув, выслушает его более спокойно и благосклонно, он снова завел речь о том, как важно ускорить их бракосочетание, ибо впереди их могут ждать самые неожиданные осложнения и опасности. Девушка, задумчивая и печальная, молча слушала. В душе она соглашалась с его доводами, но мысль о том, что отец и мать Винченца расценят этот брак как бестактное вторжение нежеланной невестки в их дом приводила ее в ужас. Ведь они открыто высказали свое презрение и враждебность. Их несправедливость уже причинила ей тяжкие страдания, и она едва избежала еще более страшной участи. Незачем быть деликатной и совестливой в отношении их. Но мысль о Винченце, о себе и их любви и счастье остановила ее и повергла в смятение. Ей хотелось сказать, что она любит его и благодарна за все и объяснить, что мешает дать свое согласие. Скажи мне сам, наконец, не выдержала она и перебила Винченца, могу ли я стать твоей женой, если твоя семья, твоя мать, тут выдержка изменила ей, Элена мучительно покраснела и разрыдалась. Умоляю тебя, Элена, не плачь, мне невыносимо видеть твои слезы, воскликнул в отчаянии и испуге юноша, мне тягостно и больно знать, кто повинен в твоих страданиях, я не хочу сейчас вспоминать о той, чье бессердечие и жестокость заставляют тебя плакать. Искреннее страдание исказило лицо юноши, он вскочил и зашагал по комнате, а затем также внезапно вышел во двор и остановился под деревом, но вскоре овладев собой, снова возвратился в хижину и сел рядом с Эленой на скамью у двери. взяв девушку за руку, заговорил тихо и проникновенно. «Элена, ты не можешь не знать, как дорога мне, и не должна сомневаться в моем чувстве к тебе. Ты давно дала мне обещание, дала торжественно и в присутствии той, кого уже нет с нами, но чье незримое присутствие мы всегда ощущаем, даже сейчас. Это она поручила мне опекать и любить тебя. Умоляю, хотя бы ради этих дорогих нам воспоминаний довериться мне, забыть о том, что я сын той, кто так жестоко отнесся к тебе. Ни ты, ни я не знаем, какие злые козни плетутся против нас в эту минуту, теперь, когда ты убежала из монастыря Сан-Стефана. Если мы будем медлить, если нас не свяжут сейчас же узы брака, я боюсь, я чувствую, я знаю, что потеряю тебя. И Лена была настолько потрясена его полной отчаяния речью, что не нашлась, что ответить. Наконец, осушив слезы, она ласково сказала, поверь, моя обида и негодование не имеют никакого отношения к тебе. Мне кажется, я не испытываю их даже к Маркизе, твоей матери. Но есть уязвленная гордость, и она велит поступить иначе. Ведь я достаточно горда. Я должна была бы тотчас отказать тебе. Отказать? испуганно воскликнул потрясенный юноша. Лицо его побледнело во взгляде устремленном на возлюбленную были недоумения и испуг. Неужели ты способна сделать это, Лена? Боюсь, что нет, неуверенно ответила девушка. Боишься? Следовательно, это возможно. Неужели я уже потерял тебя? Скажи, что у нас есть еще надежда, и я буду верить и надеяться? Боль и отчаяние, с которыми он произнес эти слова, тронули девушку. Она почувствовала новый прилив нежности к нему и улыбнулась. Страх, надежда. Нет, не они руководят мною сейчас, а такие чувства, как благодарность и привязанность, и я верю, что мне никогда не придется отказаться от тебя, пока ты такой, каким я тебя знаю. Верить и только. О какой благодарности ты говоришь? Зачем эти оговорки? Даже слова, столь мало способные утешить меня, ты произнесла, будто по принуждению или же из жалости и благодарности, а не потому, что любишь меня. ты не испытываешь страха? Не лелеешь надежды? Разве любовь бывает без страха или надежды? Никогда, никогда, страстно воскликнул Винченце. Я постоянно испытываю их. Достаточно одного твоего слова или взгляда, чтобы страх сменился надеждой или надежда уступила место страху? Зачем это холодное официальное слово благодарность? Нет, Елена, ты не любишь меня. Жестокость моей матери охладила твое чувство ко мне. О, как ты ошибаешься, не удержалась Елена. Неужели тебе недостаточно того, что я уже сказала? Если ты сомневаешься в искренности моих слов, то прости меня, но гордость не позволяет мне убеждать тебя в этом. Как ты спокойно, равнодушно и осмотрительно сокрушенно произнес юноша с легким упреком. Я более не буду тревожить тебя, прости, что ни вовремя и ни к месту завел этот разговор. Мы отложим его до того момента, когда почувствуем себя в большей безопасности. Но мог ли я не говорить об этом, если тревога и опасения не дают мне покоя? И что же? Я сейчас еще более встревожен и полон страха. Когда ты перестанешь мучить себя, сукоризной промолвила Елена, ты только что узнал мои сокровенные мысли. Как после этого ты можешь сомневаться в моих чувствах? Я никогда не забуду, как ты пренебрег опасностью ради моего спасения. Могу ли я не испытывать самую горячую и искреннюю благодарность? Слово благодарность пугает меня. Неужели ты считаешь, что чем-то обязана мне? Кажется, легче было бы услышать, что ты ненавидишь меня, чем слова благодарности, такие спокойные, определенные в своем значении и непременные. Но я придаю им совсем особое значение, с улыбкой пояснила Элена. Я вкладываю в них всю теплоту и нежность моего отношения к тебе, а чувство благодарности, которое ты в них находишь, это одно из лучших человеческих чувств. «Ах, Элена, я слишком рад поверить и не буду подвергать эти слова суровому разбору. Твоя улыбка убеждает меня больше твоих слов. Пряму ей благодарность, ибо в ней твоя нежность. Но прошу, не повторяй более это слово». Его звук подобен шоку. Я теряю уверенность даже тогда, когда сам произношу его. Появление Паула прервало их беседу. Вид услуги был встревоженным. «Сеньор», тихо промолвил он, наклонившись к Винченце, «Как вы думаете, кого я увидел на дороге, пока стоял под оливами?» «Тех двух босоногих монахов-кармелитов, которые нагнали нас на перевале. Они тут же опять скрылись в лесу, но, мне кажется, увидев хижину, они обязательно направятся сюда. Тут есть, что раздобыть из еды, а пастухов можно припугнуть падежом овец, если они...» «Я уже вижу их, Пауло». «Они выходят из леса», остановил слугу Винченце, пересекают дорогу и идут сюда через луг. «Где хозяин хижины?» «Подалеку, сеньор, позвать его?» «Да», ответил Винченце. «Нет, погоди, я сам его найду. Однако, если монахи увидят меня...» «А меня, сеньор?» «Но у нас нет выхода. Не можем же мы позвать отсюда хозяина и выдать себя. А если мы не предупредили его, он расскажет, что мы здесь». «И то, и другое». «Плохо, сеньор». «Тише, Пауло, дай мне подумать», прервал его Винченце. Пока его господин думал, Пауло прикидывал, где им можно спрятаться, если такое понадобится. «Да, Пауло, зови немедленно хозяина, я должен поговорить с ним». «А вот и он!» «Прошел мимо окна», обрадованно воскликнула Эллена. Пауло вышел и привел хозяина. «Дорогой друг», почтительно обратился «И не впускать в дом этих двух монахов, которые, как вы видите, направляются сюда. И ни в коем случае не говорите им, что мы здесь. Они и так доставили нам немало неприятностей, когда мы повстречались с ними на дороге. Если вы от этого понесете убытки, я возмещу их вам». «Убытки будут, если они войдут в дом». «Прошу прощения, что прерываю вас, сеньор. Мой товарищ этого не скажет, а я скажу. Нам пришлось не сводить с них глаз и следить за своими карманами, пока мы находились в их компании. Иначе мы многого бы не досчитались. Это порядочные мошенники, поверьте моему слову, может, даже переодетые разбойники. Сутана монаха очень удобно для маскировки. Будьте с ними поосторожнее и не церемонтись. Неплохо было бы послать вслед за ними кого-нибудь проверить, куда они направляются, а то они чего доброго уведут овечку или козу. Старый пастух сокрушенно воздел глаза к небу и поднял руки. Подумать только, как земля носит таких, заметил он. Спасибо, сеньоры, за предупреждение. Я не пущу их даже на порог, не то, что в дом, какими бы святошими они не прикидывались. Это будет в отказываю святым отцам в хлебе и крови, а жизнь у меня не такая короткая, как вы можете судить по моим морщинам. Как вы думаете, сеньор, сколько мне лет? Боюсь, вы все равно не отгадаете. Жизнь в горах отгадаю, как только вы спровадите их отсюда, торопливо прервал его венченца. Дайте им что-нибудь из еды, не впуская в дом. Они уже здесь. Поторопитесь, мой друг. рассердится и захотят войти в дом, сеньор, я кликну вас на помощь. Мои сыновья на лугу отсюда не близко. Венченца заверил его, что они с Пауло немедленно поспешат ему на выручку, если это понадобится. Пауло притаился у окна, готовый через решетку наблюдать и слушать. Они обогнули угол дома и направляются к двери, должно быть. Я их больше не вижу. Было бы здесь еще одно окно у двери, чертовски глупо строят эти хижины. Теперь я послушаю, что говорят. Он на цыпочках подкрался к двери. Они посланы из монастыря, шепнула Венченца и Лена, чтобы выследить нас. Если они паломники, почему в эту глушь, почему идут лишь вдвоем? Их послали выследить нас, а о нашем пути им рассказали паломники, видевшие нас, мы должны опасаться этого тоже, но может они просто монахи местного монастыря, одного из тех, что расположены вокруг озера Челана. Я не могу разобрать ни слова из того, что они говорят, сеньор, шепнул от двери Паула. Послушайте сами, сеньор, в этой двери ни щелочки, ни трещины. Если я когда-нибудь построю хижину, то первым делом сделаю окно возле двери. «Тише!» предупреждающе прошептал Винченце. «Молчу, сеньор!» Помолчав со вздохом, ответил Паула. «Голосов не слышно, но я слышу шаги. Они подходят к двери». «Открыть ее им не удастся», сказал он и уперся спиной в дверь. «Можете стучать, сколько вам влезет, пока руки не отобьете». «Помолчи!» «Дай узнать, кто они!» снова остановил и вдруг услышал голос хозяина хижины. «Они ушли, сеньор! Можете открыть дверь». «В какую сторону они ушли?» спросил Винченце, как только пастух вошел в дом. «Не знаю, сеньор, потому что так и не видел их». «Но я сам видел, как они вышли из леса и шли сюда», удивился Паула. «Тут негде спрятаться», поддержал его Винченце. «Куда же они могли подеваться?» «Наверное, снова ушли в лес», невозмутимо ответил пастух. Паула бросил на Винченце многозначительный взгляд. «Может, ты прав, друг», сказал он, обращаясь к пастуху, «но можешь быть уверен, что на уме у них недоброе. Думаю, тебе следует послать кого-нибудь проследить за ними, если ты хочешь сохранить стадо. Поверь мне, они что-то замышляют». «Мы не привыкли к таким гостям», ответил пастух, «но если они что-то замышляют, то получат хороший урок». Сказав это, он снял со стены пастуший рожок и затрубил в него. Эхо в горах повторило звук. Вскоре к хижине сбежались с пастбища молодые пастухи. «Не тревожьтесь, друзья», успокоил их Винченце, «путешественники не могут причинить вам зла, даже если замыслили его». «Но поскольку они вызвали у нас подозрения уже на дороге, я обещаю награду тому из вас, кто проедет совсем недалеко по дороге, ведущей к озеру, и проверит, той ли дорогой они пошли». Старый пастух согласился. Один из молодых пастухов, который вызвался сделать это, уже выслушивал инструкции Винченце. «И не возвращайся, пока все не разузнаешь», добавил Пауло. «Хорошо, сеньор, ответил пастух, я доставлю их прямо сюда». «Не вздумай сделать это, друг, а то головы тебе не сносить. Твое дело узнать, где они, и проследить, куда держат путь», отчитал его Пауло. Наконец Винченце, все растолковав молодому пастуху, отпустил его. Старый пастух вышел, чтобы сторожить подходы к хижине. Оставшиеся в хижине, беседуя, строили догадки и предположения относительно подозрительных монахов. Винченце склонен был считать их обыкновенными паломниками, спешащими в свой монастырь. Пауло, однако, придерживался другого мнения. «Они будут поджидать нас на дороге, поверьте мне, сеньор», сказал он потом свое мнение. «Будьте уверены, они что-то замышляют против нас, иначе они не обошли бы стороной эту хижину, раз они ее заметили». «Если они что-то замыслили против нас, Пауло, как ты считаешь, то, следовательно, шли за нами и вместе с нами свернули на эту малоизвестную дорогу. Увидев хижину в этой глуши, они справедливо решили, что мы можем в ней остановиться, однако, даже не заглянули в нее, чтобы удостовериться, что это так. Отсюда вывод, что мы их не интересуем, и они ничего против нас не замышляют. Что ты скажешь на это, Пауло? Я считаю, что страх и опасения сеньорина Эдди и Розальба лишены основания». «Почему, сеньор? Неужели вы думаете, что они попытались бы напасть на нас в хижине, и при том, что семья доброго пастуха обязательно вступилась бы за нас?» «Нет, сеньор, в их интересах было совсем не попадаться нам на глаза, если бы это было возможно. А теперь, убедившись, что мы здесь, они поспешили снова укрыться в лесу. Они будут ждать нас на дороге, по которой, по их предположению, мы поедем, если такая вообще существует в этой глуши». «Как могли они узнать, что мы здесь? Ведь они даже не были близко к хижине и не разговаривали с хозяином», удивилась Елена. «Они были довольно близко, сеньор, Ирина». «Если хотите знать правду, они увидели меня в окне», ответил Паула. «Брось пугать нас, Паула. Ты великий выдумщик. Ты считаешь, что ночью, даже при луне, в темном и мрачном ущелье, не успели разглядеть тебя так хорошо, что смогли узнать через решетку окна с расстояния сорока ярдов?» «Успокойся, Елена, нам ничего не грозит». «Я хотела бы верить в это?» печально промолвила девушка. «Вам нечего бояться их, сеньорина», бодро поддержал Венченцо слуга. «Им не поздоровится, если они вздумают напасть на нас». «Разве этого нам надо опасаться?» удивила Селена. «Они могут просто заманить нас в ловушку, когда всякое сопротивление будет бесполезно». И хотя Венченцо сознавал справедливость ее опасений, он и виду не подал и лишь шутками постарался успокоить Элену. Паоло, поймав его предупреждающий взгляд, более не вступал в разговор. Молодой пастух вернулся скорее, чем его ждали. Он, видимо, и не собирался выполнять все наставления Венченца и намного сократил свой путь, ибо так ничего и не сообщил им о монахах. «Я искал их в лесу вдоль дороги, затем поднялся на гору, но никого не видел, ни единой души, только стада наших кос. Задали они мне работы, пока я их всех собрал. И иные сеньор так далеко забрались в горы, куда я даже побоялся подниматься, чтобы не сломать шею, а они словно дразнили меня, ну попробуй поймай». Венченца, который почти не слушал россказни пастуха, обсуждал в это время с Эленой, стоит ли им задерживаться здесь или немедленно ехать дальше. Задав еще несколько вопросов пастуху относительно монахов и убедившись, что так и неизвестно в какую сторону те ушли, он предложил не спеша трогаться в путь, тем более, что после ухода монахов прошло достаточно времени. «Они не вызывают у меня опасений», уверенно добавил он. «А вот нам надо до ночи добраться до места назначения. Дорога горная, пустынная, и мы ее совсем не знаем». Элена согласилась с ним и, распрощавшись с гостеприимным хозяином, которого с трудом уговорили принять плату за еду и кров, они тронулись в путь. Пастух подробно рассказал им о ждущей их дороге. Отъехав, они еще долго слышали мелодичные звуки пастушки вражка и глухой рок от барабана. Когда путники спустились в поросшую густым лесом горную впадину, Эленой овладела беспокойство, и она с опаской оглядывалась вокруг, пугаясь каждой тени. Весельчак Паулу то молчал, то принимался петь или что-то насвистывал для храбрости, не забывая следить за кромкой леса, ибо там в его зарослях могли прятаться братья-кармелиты. Наконец, дорога вывела их на горные пастбища, усеянные стадами, ибо сейчас был сезон, когда с равнин Апулии их перегоняют на альпийские луга, славящиеся своими травами. Солнце уже клонилось к западу, когда они увидели во всей его красе озеро Челано в кольце гор. О, сеньор, не выдержав, воскликнул Пауло, какой вид, точь-в-точь, как в родных краях, когда смотришь на бухту в Неаполе, хотя ее я никогда не променяю ни на какие здешние красоты. Путники остановились полюбоваться видом и дать лошадям передохнуть после крутого подъема. Лучи заходящего солнца щедро позолотили тихие воды озера, бросили свой отблеск на живописные селения по берегам озера, суровые стены редких замков и шпили затерянных в лесах монастырей — единственные свидетельства цивилизации в этом царстве величественных гор, девственных лесов и альпийских лугов. Винченце указал Эллене на вершину Челана на севере, где пролегала граница между Римом и Неаполитанским королевством. А там гора Корно, похожая на разбойника, суровая и неприступная, южнее Сан-Никола с голой вершиной, до самого горизонта это все опенины. Каким контрастом этим величественным нагромождением вершин служат мирные поля и селения у их подножий, цветущие долины, оливковые рощи, пальмы, восхищала селена. Взгляните, сеньорина, не напоминают ли вам эти рыбачьи баркасы, возвращающиеся домой, бог то в Неаполе под вечер. Эта вершина так похожа на Везувий, что только не хватает огнедышащего кратера, присоединился к ним Пауло. Думаю, таких, как Везувий, здесь уже не сыщешь, но когда-то и тут было немало вулканов, улыбнулся наивному патриотизму неаполитанца Пауло. Признаюсь, сеньор, они очень красивые, но лучше Везувия нет ничего в мире. Вспомните вспышки пламени по ночам, такие сильные, что становится светло, как днем. Есть ли еще на свете такие горы? Я видел однажды вспышки Везувия, осветившего даже капри. Можно было пересчитать все суда у причала, да что суда, всех матросов на палубе. Видели бы вы это зрелище, сеньор, не унимался Пауло. Не забывай, Пауло, и об опасности. Вулкан может наделать много бед. Но от воспоминаний вернемся к тому, что перед нами. Там внизу, в двух милях от побережья озера, находится деревушка Челано, куда и лежит наш путь. Кристально чистый горный воздух позволял видеть очень далеко, и Винченци нашел взглядом в долине городок Альбу с остатками руин древней крепости, тюрьмой и могилами опальных правителей Древнего Рима. Здесь в заключении коротали они свои дни, взирая через тюремные решетки на первозданные красоты этого края и вспоминая свою бурную и опасную жизнь, полную интриг и несбывшихся тщеславных мечтаний. Сюда в 52-м году до нашей эры в конце своего правления прибыл император Клавдий, чтобы по-варварски широко и буйно отпраздновать окончание строительства Акведука, соединяющего реку Лирис с озером Челана, чтобы дать воду Риму. Сотни рабов отдали своей жизни в утеху императору, а воды Челана окрасились кровью убитых в жестоких потешных играх, изображающих морское сражение. Позолоченные галеры бороздили некогда тихие воды озера, в которые теперь бросали искромсанные трупы, а с этих живописных берегов толпы ревом приветствовали своего императора. Иногда не хочется верить, что история так изобилует примерами человеческой жестокости. Задумчиво произнесла Элена. Сеньор, решил вмешаться нелишенной здравомыслия Паула, пока мы тут наслаждаемся горным воздухом, наши друзья кармелиты притаились и выжидают момента, чтобы застать нас врасплох. Не лучше ли нам продолжить наш путь? Да, пожалуй, лошади уже отдохнули, согласился Венченце. А что касается твоих опасений, Паула, то я их не разделяю, иначе не задержался бы здесь на отдых. Да, да, надо ехать, поддержала Паула Элена, которой вновь вернулась тревога. Верно, сеньорина, лучше не рисковать. Вчела, но мы найдем кровь и безопасность. Надо только добраться туда засветло, ответил Паула и шутливо добавил, ведь в этих горах нет вулкана, чтобы освещать нам путь. Другое дело, если бы мы были в двадцати милях от Неаполя. Когда они начали спуск к озеру, Элена полностью погрузилась в свои нерадостные раздумья. Она слишком хорошо понимала не только сложность своего положения, но и то, что от ее решения зависят теперь ее жизнь и счастье. Казалось, все складывалось благополучно. Ей удалось сбежать из монастыря Сан-Стефана, Винченце, ее защитник и спаситель рядом с ней. Однако он, заметив ее смятение, принял девичью гордость и застенчивость за сдержанность и равнодушие. Теперь он решил более не беспокоить ее своими страхами и сомнениями, пока не доставит в безопасное место, где она, успокоившись, почувствует себя совершенно свободной решать, принять ли его предложение или же отказать ему. Своей деликатностью он возвращал ей чувство собственного достоинства, хотя сам обрекал себя на сомнения и опасения потерять ее. Они прибыли в Челана до того, как опустились сумерки. Элена попросила Винченце разузнать, нет ли здесь женского монастыря, где бы она могла переночевать. Оставив ее на постоялом дворе под охраной Паула юноша отправился на поиски. Первый же монастырь, в ворота которого он постучался, принадлежал ордену кармелитов. Это насторожило Винченце. Не здесь ли могут прятаться те два несомненно посланных игумений монаха, которые следовали за ними, должно быть от самого монастыря Сан-Стефана? Именно здесь они, скорее всего, попытаются найти приют, благоразумно заключил он и поспешил поскорее скрыться и продолжать дальнейшие поиски. Вскоре он нашел еще один монастырь. Он принадлежал ордену доминиканцев. Здесь он узнал, что в Челана есть два женских монастыря, но ни один из них не согласится дать приют посторонним. С этими нерадостными вестями Венченца вернулся на постоялый двор. Элена почти примирилась с мыслью, что ей придется заночевать здесь, как вдруг Паула энергичной и общительной вскоре принес весть, что неподалеку есть небольшой рыбацкий поселок, а там монастырь Урсулинок, славящийся своим гостеприимством. Отдаленность монастыря от города Челана делала его более надежным местом, где пока могла укрыться Элена. И Венченца предложил немедленно ехать туда, если Элена не устала. Ночь будет светлая, сеньор, успокоил всех Паула, когда они выехали, и мы легко найдем дорогу, кроме того, она здесь одна, как мне сказали. Городок расположен на самом берегу озера, всего в полутора милях от него. Я кажется, уже вижу. Справа шпиль колокольни. Нет, Паула, это всего лишь верхушки кипарисов. Простите, сеньор, для кипарисов они слишком тонки, а это силуэт города. Ничего, дорога приведет нас туда. Вечерний воздух придал мне силы, промолвила Элена, как тихо и спокойно вокруг даже суровые горы, потеряли свои грозные очертания. Теперь они скорее похожи на городские башни или неприступные стены замка, охраняющие от врага. В них действительно есть что-то возвышенное, но охраняют они не нас, людей. Они добрые духи вселенной. Вы правы, сеньора, это духи, поддержал ее Паула. Они превыше и сильнее всего на свете, и ничто не может сравниться с ними. Посмотрите только, как они меняют свои цвета и очертания, когда садится солнце, как темнеют и скоро исчезнут совсем. Почему путники предпочитают путешествовать лишь днем, а не когда опускается ночная тишина и все вокруг отдыхает, воскликнул впечатлительный Паула. Ночи Италии ни с чем несравнимые. Сеньор, а вот и городок теперь он уже хорошо виден, даже шпили монастыря. Вон сверкнул огонек вдали и звонит колокол. Начинается вечерняя месса. Где мы будем ужинать, сеньор? Звук колокола к нам ближе, чем твой город, Паула, а потом, мне кажется, он доносится совсем с другой стороны. Что вы, сеньор, просто ветер относит его. Ехать осталось совсем недолго. «Ты прав, Паула, скоро мы будем на месте». Путники начали спуск к озеру. Через несколько минут Паула воскликнул. «Смотрите, сеньор, еще один огонек. Он отражается в воде». «Я слышу плеск воды», заметила Элена, прислушиваясь, и удар и весел по воде. «Нет, Паула, огонек не в городе, это лодка на озере». «Вот он отдаляется от нас, оставляя блеск на воде», подтвердил Винченце. «Похоже, Паула, мы не так близко от города, как думали. Нам предстоит еще немалый путь». Берег, к которому они спускались, сделал в этом месте изгиб, образуя небольшую бухту. К ней близко подступала кромка леса, прерываемая узкими полосками плодородной земли и высокими утесами, глядящими в воду. Отсюда уже хорошо был виден город внизу. Его вечерние огни то зажигались, то гасли и были похожи на звезды на затянутом рваными облаками небе. Донеслось пение рыбаков, но вскоре путники услышали другие звуки. Наконец, что-то повеселее, с облегчением воскликнул Паула. «Взглянете, сеньорина, на тех людей внизу под деревьями. Они пляшут и веселятся. Хотелось бы мне быть среди них. Я хочу сказать сеньору сеньорину, если бы я не был сейчас с вами, конечно». Вовремя оговорился. «Спасибо, Паула», иронично заметил Винченце. «Должно быть у них какой-то праздник. Простые крестьяне умеют веселиться не хуже нас, городских. Хорошо играют. Это верно, что никто не умеет так танцевать, как это делают моряки Неаполя, собираясь в лунные вечера. Вот бы нам, сеньор, и вам, сеньорина, побывать на их праздники». «Спасибо за приглашение, сеньор Паула», церемонно поклонился ему Винченце. «Скоро мы сможем присоединиться к тем, что внизу, и, надеюсь, нам станет так же легко потники уже въезжали в городок с его узкими вьющимися вдоль берега улочками. Справившись у прохожих, они направились к монастырю и вскоре остановились перед его воротами. Превратница почти немедленно открыла ворота на их звонок и, выслушав просьбу, тут же поспешила передать ее игуменье. Вскоре Элиана получила приглашение игуменье быть ее гостей и последовала за привратницей. Винченция остался ждать у ворот, чтобы убедиться в том, что Элиана довольна местом ночлега. Он также был приглашен игуменьей во внешние покои, где ему было предложено отужинать. Но, поблагодарив, Винченция отказался, сославшись на то, что ему предстоит еще найти ночлег. Игуменья посоветовала обратиться от ее имени к настоятелю соседнего монастыря бенедиктинцев. Винченция, попрощавшись с Эленой, не без тревоги в сердце, уехал. Девушка понимала его состояние, ибо сама чувствовала страх, оказавшись среди совершенно незнакомых людей. Чувство одиночества лишь усугублялось вниманием игуменья и любопытными изучающими взглядами некоторых из сестер, проявляющих к ней излишний интерес. Поэтому она поспешила поскорее уйти в отведенную комнату, где, наконец, ее ждал отдых, в котором она так нуждалась. Тем временем Винченция тоже нашел приют в монастыре бенедиктинцев, где приветливо и даже с интересом приняли незнакомца, приход которого скрашивал монотонность замкнутой жизни монастыря. Соскучившись по общению с внешним миром, игумен и кое-кто из братьев бенедиктинцев засиделись за беседой с Винченци до поздней ночи. Наконец, гость, извинившись, попросил разрешения удалиться. Оставшись наедине, Винченци вновь вернулся к осаждавшим его мыслям и опасениям потерять Элену. Теперь, когда она в безопасности, у него есть все возможности убедить ее. Он был уверен, что среди братьев бенедиктинцев будет нетрудно найти того, кто сможет обвенчать их и, наконец, вернуть им уверенность и покой. Глава третья «Прикинувшись, что дружелюбно я настроен и учтивость рассыпая по одному мне видимой причине, я маску легкомыслие надел, себя в ловушку заманив». Мильтон В то время, как Винченца и Элена, покинув монастырь Сан-Стефано, начали свое полное опасности возвращения в Неаполь, маркиза, переполненная негодованием и опасениями, что Винченца отыщет Элену, тем не менее не меняла своего образа жизни. Она по-прежнему устраивала изысканные приемы и покровительствовала музом, но это не могло полностью отвлечь от мрачных мыслей и заглушить недобрые предчувствия. Ее недовольство и раздражение сыном усугубилось после того, как ей стало известно, что отец знатной и богатой девушки, которую Маркизе хотелось видеть своей невесткой, в разговоре с мужем намекнул на возможность ее помолвки Свинченца, невеста была очень богата и знатного рода, что было немаловажным для тщеславной и алчной Маркизы, ибо речь шла о богатстве, превосходящем даже немалое состояние семейства Дививальди. Маркиза негодовала, что дерзкий мальчишка своим поведением может поставить под угрозу как честь семьи, так и выгодный брак. Именно в таком раздраженном состоянии застало ее письмо игуменье монастыря Кармелиток, сообщающее о побеге Элены. Бежала она вместе с Свинченца, гневу Маркизы не было предела. Забыв о материнских чувствах и тревоге за сына, она помнила лишь одно, он пренебрег интересами семьи, пошел против воли родителей и, возможно, успел уже обвенчаться с этой простолюдинкой. В таком случае он был для нее потерян и планы ее рушатся. Не в силах успокоиться, она тут же послала слугу за отцом Скидони, ибо лишь ему одному могла довериться и у него могла просить помощи, как расторгнуть этот ужасный брак. Ее состояние, однако, не лишило ее окончательно благоразумия, и прежде чем показать письмо отцу Скидони, она дала его прочесть мужу. Но, зная его высокие моральные требования к себе и другим, она ничего не сказала о своих намерениях или возможной женитьбе их сына вопреки родительскому запрету. Однако, посланный в монастырь слуга не нашел Скидони. Это привело Маркизу в состояние еще большего гнева и раздражения. Она снова и снова отправляла слугу за своим духовником, но все было напрасно. Госпожа, видимо, совершила тяжкий грех, что так нуждается в священнике, поделился своими предположениями слуга на кухне. За последние полчаса она уже дважды посылала меня в монастырь. Что уж, видно, совесть мучает ее. У богатых, сколько бы они не грешили, всегда есть надежда, что священник тут же отпустит им грехи за парочку дукатов. Нам, беднякам, для отмаливания грехов и месяца не хватит. Да и без розок не обойдешься. Скидони появился во дворце маркиза Дививальдия лишь под вечер и подтвердил ее наихудшие опасения. Он уже знал о побеге Элены и сообщил, что они, свинченцы, находятся в Челана и что молодые обвенчались. Он не сообщил маркизе, откуда это ему стало известно, но по тем подробностям, которые он ей сообщил, она более не сомневалась в достоверности всего им рассказанного. Маркиза буквально пришла в ярость. Скидони, не без удовлетворения, молча наблюдавший за неистовающей маркизой, решил, что наступил момент, когда он может привести в исполнение свой план и отомстить венченца, не восстановив при этом маркизу против себя. Когда он начал скажущимся миролюбием объяснять маркизе поступок ее сына чрезмерной молодостью и неопытностью, он был далек от мысли успокоить пришедшую уже в отчаяние маркизу. Разумеется, его действия неосмотрительны и опасны, сеньора, вкратчиво говорил он, но ваш сын так юный и не способен еще предвидеть все последствия своего поступка. Он не понимает, какой удар наносит репутации своей семьи, как это отзовется на его карьере при дворе, положению в свете, общению с людьми его круга, да и с простолюдинами тоже. Поддавшись своим незрелым чувствам, он не в состоянии оценить все привилегии, дарованные ему от рождения. Лишь в зрелом возрасте познаешь их цену. Поэтому он с такой легкостью пренебрегает ими, не зная, что этим сам принижает себя в глазах других. Несчастный юноша, он в одинаковой степени заслуживает как осуждения, так и жалости, закончил отец Скидони со вздохом, в котором была скорбь. «Ваша попытка найти ему оправдание говорит лишь о доброте вашей души, святой отец», промолвила окончательно подавленная маркиза. «Но совершенный им поступок свидетельствует, как низко он пал, как мало думает о семье и чести своего имени. Меня едва ли может утешить то, что в душе он, возможно, не так еще испорчен, но его поступок, увы, невозможно уже исправить». «Вы слишком категоричны, сеньора, в своих заключениях», заметил Скидони. «Что вы хотите сказать, святой отец?» с надеждой вскинула на него глаза маркиза. «Не исключено, что еще можно что-то предпринять». «Скажите, что, святой отец», воскликнула маркиза. «Нет-нет, сеньора», словно передумав, вдруг поспешил сказать Скидони. «Пока я ничего определенного не могу сказать вам, но мне дороги покои и честь вашей семьи, и я не склонен терять надежду». «Увы, сеньора, порой приходится мириться с ударами судьбы, какими бы тяжелыми они ни были. Нам следует быть мужественными». «Это жестоко с вашей стороны, святой отец. вы дали мне надежду и тут же отнимаете ее». Не на шутку разволновалась маркиза. «Простите, маркиза», смиренно произнес Скидони, «но мне тяжело было видеть ваши страдания, причиненные беспечным юнцом, и я готов помочь вашей семье избежать позора». Но Скидони умолк. «Позора?» испуганно воскликнула маркиза. «Вы хотите сказать святой отец?» «О, это слишком сильное слово. Однако, возможно, вы правы. Неужели нам придется смириться с этим?» «Иного выхода может и не быть», отрывисто промолвил Скидони. «Боже, праведный, простонала маркиза, почему нет законов, ограждающих нас от подобных браков? Да, приходится только сожалеть об этом», печально согласился Скидони. «Женщина, вторгшаяся в благородную семью и позорящая ее честь, заслуживает самого сурового наказания, как поистине государственная преступница, ибо посягает на покой людей, являющихся опорой нашего государства. Она должна понести самое суровое наказание, неистовствовала маркиза, окончательно потерявшая контроль над собой. Равная тяжести своего проступка, поспешил добавить Скидони, она заслуживает смерти. Наконец отважился Скидони. Он сделал достаточно длинную паузу, прежде чем продолжить. «Только смерть может помешать таким особом посягать на чистоту родословной вашего знатного рода маркиза», произнес он с пафосом и снова умолк. Но поскольку ошеломленная маркиза все еще молчала, он поторопился добавить. «Я часто думал, почему наши законодатели не могут понять справедливости, нет, вернее, необходимости подобных законов и суровых мер наказания». «Да, странно», медленно приходя в себя, произнесла маркиза, «Неужели они не понимают, что это угроза и для них самих?» «И тем не менее, это справедливость существует, хотя и не воплощена в наших законах. Она в душе каждого из нас и определяет все наши поступки, и чем меньше мы следуем своему внутреннему чувству справедливости, тем больше потакаем недостатком, а отнюдь недобродетелем». «Как верно вы сказали, святой отец», оживилась маркиза, «Но в этом ни у кого не должно быть сомнений». «Прошу прощения, маркиза», живо возразил духовник, «позвольте с вами не согласиться. Когда справедливость сталкивается с предрассудками, она отступает. Например, внутреннее чувство справедливости человека подсказывает необходимость применить суровую меру к ослушнице, а законы страны запрещают сделать это. чему мы подчинимся? Даже вы, женщина поистине мужского характера и ясности ума, ведь вы тоже будете следовать законам страны и сочтете справедливым подарить ей жизнь, хотя это будет уже не справедливость, а страх. О, вы хотите сказать, святой отец, что у меня не хватит смелости мужчины? Я просто был откровенен с вами, Маркиза, смиренно ответил монах. Маркиза, задумавшись, молчала. Я выполнил свой долг, наконец, заключил беседу с Кидони. Я указал вам тот единственный выход, который вижу, чтобы избежать позора. Возможно, вам не понравится моя откровенность. Но это все, что я смог сделать для вас. Нет, святой отец, нет, поспешно заверила его Маркиза, вы не поняли мое состояние, новые идеи, смелые мысли. Я немного растерялась, мой ум не сразу воспринял, ведь я все же женщина, и во мне все ее слабости и недостатки. В таком случае простите, мою чрезмерную горячность, Маркиза, тихо произнес Скидони, это моя вина. Если у вас есть слабости и недостатки, то они от вашей доброты и, возможно, достойны скорее похвалы, чем осуждения. Как, святой отец, если они достойны похвалы, то это уже не недостатки? Пусть будет так, согласился Скидони. Я слишком близко принял к сердцу последние события и, возможно, был излишне категоричен в своих суждениях. Забудьте о том, что я говорил, Маркиза, и не судите меня строго. Ведь вам нечего оправдываться, святой отец, это я должна благодарить вас. Я верю, что мне представится еще возможность доказать вам искренность моей благодарности. Духовник почтительно склонил голову. Вы слишком добры, Маркиза. Я не заслуживаю этого. Скидони снова умолк. Маркиза ждала, когда он снова вернется к вопросу, от которого она так неудачно увела его, показав свой испуг и растерянность. Ее разум еще не мог свыкнуться с чудовищной мыслью, высказанной Скидони. Она так напугала ее, что Маркиза даже боялась думать об этом, не то, что произнести вслух. Скидони пристально наблюдал за Маркизой, прекрасно понимая ее состояние и, как хищник, ждал момента для прыжка. Это ваш совет, святой отец, наконец, отважилась начать разговор Маркиза. Ваш совет в отношении Элены, она растерянно умолкла, ожидая, что Скидони придет ей на помощь, но он, видимо, не собирался этого делать. Вы полагаете, что эта коварная особа заслуживает самого строгого наказания? Маркиза снова умолкла. Отец Скидони терпеливо ждал. «Я повторяю, святой отец, вы думаете, что она заслуживает его?» «Бесспорно», ответил Скидони. «Разве вы думаете иначе, Маркиза?» «Вы полагаете, что закон тоже может потребовать этого?» «Не так ли, святой отец?» наконец закончила фразу Маркиза. «Простите, дочь моя, возразил Скидони, я, возможно, ошибаюсь, ведь это всего лишь мое личное мнение, и, выражая его, я, видимо, проявил излишнюю эмоциональность. Горячему сердцу трудно находить холодные слова». «Значит, вы не думаете так?» раздраженно воскликнула Маркиза. «Я не стал бы категорически утверждать это», уклончиво ответил духовник. «Вам самой, дочь моя, судить о справедливости моих слов». И он поднялся, готовый уходить. Совсем обескураженная Маркиза попыталась удержать его, но Скидони, извинившись, сослался на необходимость присутствовать на месте. «В таком случае святой отец, я не смею задерживать вас. Вы знаете, как я ценю ваши советы и, надеюсь, в будущем вы не откажете в них». «Почту за честь Маркиза», смиренно произнес монах, «но все, о чем мы с вами говорили, вопросы весьма деликатного свойства, поэтому, святой отец, они особенно важны для меня, и я надеюсь на ваше мнение и советы», помогла ему Маркиза. «Думаю, Маркиза, ваше собственное мнение не менее ценно, никто, кроме вас, не сможет решить их лучше. Вы мне льстите, святой отец?» «Я всего лишь ответил вам, дочь моя». «До встречи завтра вечером», сказала Маркиза. «Я буду на вечерней мессе в церкви Сан-Никола. Если вы будете там, то найдете меня после вечерней в северном притворе храма. Мы сможем поговорить там по очень важному для меня делу. Прощайте». «Да будет мир с вами, дочь моя, а ваша мудрость поможет вам в ваших делах», ответил Скидони. «Я буду в церкви Сан-Николо». Сложив руки на груди и поклонившись бесшумными шагами, он покинул апартаменты Маркизы. Она долго еще сидела неподвижно, раздираемая противорчивыми чувствами и тревогами, но, наконец, приняла решение. Накликая беды на головы других, могла ли она знать, чем грозят они ей самой. Глава четвертая Над крышами грохочет смерти звон, и совесть содрогается от звона. Смерть перед нею зыблится туманно, в эфире совесть внемлет шепоту, о преступлениях голоса твердят. Их уже давно в душе провидит совесть. Мильтон. Маркиза, прибыв в церковь Сан-Никола, велела слугам и экипажу дожидаться ее у бокового входа в храм, а сама, сопровождаемая служанкой, поднялась на хоры. По окончании вечерней мессы она подождала, когда молящиеся покинут храм, а затем спустилась в северный притвор. На сердце была гнетущая тяжесть. Ни молитва, ни покой божьего храма не погасили страсти, бушующие в ее груди. Медленно прохаживаясь, она ждала своего духовника. Наконец, межколон она увидела фигуру монаха. Это был Скидони. Он сразу же заметил необычное состояние маркизы и понял, что ее все еще терзают сомнения. Это встревожило его, но он не подал виду. Лицо его было спокойным, когда он приветствовал маркизу. Лишь в глазах сверкнуло что-то настороженное и хищное. Но умный монах поспешил опустить их. Маркиза отпустила служанку и они остались одни. Этот несчастный мальчишка горячо избивчиво начала она, убедившись, что служанка отошла на достаточное расстояние и не может слышать их разговора. Он не ведает, какое горе принес своей семье. Святой отец, мне нужен ваш совет и утешение. Мысль о несчастье, которое может постичь нас, не дает мне покоя. Образ бедного сына преследует меня. Монах поклонился. Но ваш супруг Маркиза должно быть разделяет вашу тревогу, тихо и сочувственно произнес он. Маркиз более меня способен помочь вам в этом деликатном деле. Что вы, святой отец? Маркиз не свободен от предубеждений. Он склонен ошибаться и не любит признавать свои ошибки. А если предстоит хоть на йоту отступить от исповедуемых с младенческих лет принципов, теряет всякий здравый смысл. В таких случаях он не способен отличить добро от зла. Неужели вы полагаете, что он одобрит столь решительные шаги? Согласен с вами Маркиза, поддержал ее коварный монах. Поэтому не следует посвящать его и тем более советоваться с ним, решительно заявила она. Он может воспротивиться, как это уже было, а медлить нельзя. Все о чем мы с вами сейчас беседуем, святой отец, никто кроме нас не должен знать. Это тайна, как тайна исповеди. Торжественно подтвердил Скидони и осенил себя крестным знамением. Но я не знаю, нерешительно промолвила Маркиза и умолкла. Я не знаю, повторила она после недолгой паузы, как нам удастся избавиться от этой особы. Эта мысль более всего терзает меня. Я тоже думаю об этом Маркиза, но с вашим умом, чувством справедливости, решимостью вы найдете и достойное решение. Ведь вы, дочь моя, из тех, кто способен на решительные поступки. Не так ли? Вы всегда восхищали меня своим умом и не нуждаетесь в моих скромных советах. Выход все равно один. Я думаю об этом, поспешила заверить его Маркиза. Но возможно мои слабости мешают мне. Я не могу решиться, святой отец, наконец призналась она. Я не верю, дочь моя, что вы не способны стать выше вульгарных предрассудков не только в мыслях, но и в поступках. С пафосом воскликнул Скидони, поняв, что колеблющейся Маркизе нужна его поддержка. Он решил сбросить маску осторожной сдержанности, за которой так умело прятался. Если бы эта особа была сурово осуждена законом, вы, безусловно, посчитали бы это справедливостью, Маркиза. Но самой решиться на суд вы не отваживаетесь. Не так ли? Добродетель, вступая в единоборство со злом, в минуты опасности беззащитна. На моей стороне не будет поддержки закона святой отец. Нет, Маркиза, горячо возразил ей монах, добродетель не может дрогнуть перед злом, она сильнее и выше его. Любой философ был бы немало удивлен, услышав слова добродетель и закон из уст тех, кто замышлял чудовищное преступление. Он счел бы это лицемерием. Однако в этом случае его можно было бы упрекнуть в том, что он плохо знает пороки и слабости рода человеческого. Маркиза погрузилась в раздумья. «Я не могу рассчитывать на защиту закона», снова повторила она после паузы. «Вас защитит церковь», убежденно сказал Скидони, «не только защитит, но и отпустит грехи». «Грехи?» испуганно воскликнула Маркиза, «разве справедливость нуждается в оправдании?» «Когда я упомянул об отпущении грехов, я имел в виду, что то, что вы считаете справедливостью, молва черни может счесть грехом». «Простите, Маркиза, но это все, чем я могу вас утешить». Однако вернемся к нашим проблемам. Этой особе надо помешать разрушить покой и согласие в одном из самых достойных семейств Неаполя. Может ли стремление помешать этому считаться грехом и тем более преступлением? Нет. Вы сами убедили меня в этом, Маркиза. Она должна исчезнуть. Это и будет актом справедливости. Маркиза внимательно слушала. Она безнравственна в своих действиях, и если ей дать еще несколько лет, она возможно способна изнутри разрушить все традиции и устои вашего знатного рода. Говорите потише, святой отец, остановила его Маркиза, хотя Скидоний говорил почти шепотом. Монастырь уединенное место, там многое может случиться. Лишь посоветуйте, как это сделать, я теряюсь. «Согласен, это нелегко», ответил монах. «Но я не знаю никого, на кого вы могли бы в этом положиться». «Наемные убийцы тише», предупреждающая остановила его Маркиза, «я слышу шаги». «Это служитель церкви, он идет на хоры», успокоил ее Скидони. Они подождали, пока монах не скрылся из виду. «На наемников опасно полагаться, Маркиза», продолжил разговор Скидони. «Тогда на кого же?» испуганно воскликнула Маркиза и тут же растерянно умолкла, ее волнение не ускользнуло от Скидони. «Простите, Маркиза, но ваша непоследовательность меня удивляет. Проявив столь тонкую проницательность во время нашей прежней беседы, вы сейчас стали жертвой сомнений? Почему мы должны откладывать справедливое возмездие?» «О, святой отец!» «С чувством воскликнула Маркиза, «где найдем мы столь же проницательного и мудрого, как вы, чтобы действовали немедленно?» Скидони промолчал. «Друга вне всяких сомнений», добавила Маркиза. «Дочь моя», торжественно произнес Скидони, «Неужели я не доказал вам свою преданность?» «Святой отец», промолвила растроганная Маркиза, все поняв, «Как смогу я отблагодарить вас?» «Иногда молчание дороже слов», многозначительно ответил монах. Маркиза молчала. Что-то странное творилось в ее душе. Был ли это страх или пробудившаяся совесть? Она не хотела в этом разбираться. Но это было пробуждение после кошмара, когда проснувшись человек думает, что спасен, но видит себя на краю, готовый поглотить его пропасти. В этот момент Маркиза отчетливо осознала, что замышляет убийство. Красноречие духовника, его непоследовательность в словах и даже поведении не ускользнули от ее внимания. Собственные колебания она не замечала, ведь она почти готова была сохранить Эллени жизнь, однако волна вновь охватившего ее гнева легко смыла все хрупкие барьеры, которые пытались возвести совесть и трезвый разум. «Доверие, которое вы мне оказываете, Маркиза», наконец, после долгой паузы произнес монах. «И это поручение...» «Да-да, именно поручение, святой отец», поспешно подтвердила Маркиза, окончательно взявшая себя в руки после минутного смятения. «Когда и как это можно сделать?» «Теперь, когда все решено, я хотела бы поторопиться». «Нужен случай, Маркиза», задумчиво произнес Скидони. «Впрочем, я вспомнил, на берегах Адриатики в провинции Апулия, недалеко от городка Монфридония, есть одинокий дом на побережье. Он стоит в лесу, вдали от всех дорог. Туда никто не забредает, а те, кто в нем живет, справилась настороженно Маркиза. Не беспокойтесь, иначе не стоило бы так далеко забираться. Там живет один бедняк, ловлей рыбы, добывающий себе на пропитание. Я знаю его и мог бы рассказать о многих обстоятельствах его жизни, но это к делу не относится. Главное, что я знаю его. И доверяете ему, святой отец? Да, моя госпожа. Даже доверил бы ему жизнь этой девушки. «Но не свою», добавил он, помолчав. «Почему? Он злодей. Но вы сами не советовали поручать это наемному убийце. дочь дочь моя в этом случае я ему доверяю. Здесь он не подведет. У меня есть причина ему верить. Какая святой отец?» Но монах умолк. Лицо его стало еще более мрачным, чем было прежде. Бледность покрыла его черты, в глазах были гнев и страдания. Маркиза невольно вздрогнула, когда сумеречный вечерний свет осветил его лицо. Она впервые испугалась, что доверилась ему и теперь полностью в его власти. Но жребий был брошен. Слишком поздно было думать об осторожности. Она повторила свой вопрос, ибо хотела знать, почему он доверяет такому человеку. «Это неважно», глухим голосом ответил Скидони. «Она умрет». «От его руки?» испуганно спросила Маркиза. «Подумайте еще раз, святой отец». Они снова умолкли. Каждого терзали свои мысли и опасения. Наконец Маркиза прервала тягостное молчание. «Святой отец, я верю в вашу честность и осторожность». Она сделала акцент на слове «честность». «Только прошу вас, не затягивайте исполнение. Ожидание слишком мучительно для меня и умоляю, не поручайте этого другому. Я не хотела бы быть кому-либо обязанной, кроме вас». «Вы просите меня, Маркиза, не доверять исполнение другому лицу», недовольно заметил Скидони. «Это невозможно. Неужели вы полагаете, что я сам? А как же ваши слова о том, что действовать следует немедленно, что мы не должны откладывать акт справедливости?» Последовавшее молчание монаха свидетельствовало о его недовольстве ее упреком. И Маркиза это поняла. «Поймите, святой отец, как мучительно будет мне сознавать, что я обязана какому-то незнакомцу, а не своему другу, помощь которого я столь ценю». Скидони, прекрасно понимавшему, что Маркиза откровенно льстит ему, все же было приятно выслушать этот комплимент. Склонив голову, он дал понять, что готов выполнить просьбу. «По возможности, прошу, не прибегайте к жестокости. Смерть должна быть легкой и мгновенной». В эту минуту взгляд Маркизы упал на раскрытый молитвенник на столике, и глаза ее невольно остановились на строке «Господь слышит тебя». Это предупреждение мелькнула страшная мысль. Маркиза побледнела. Скидони был слишком погружен в свои мысли, чтобы заметить испуг Маркизы, но та быстро взяла себя в руки, успокоив себя тем, что в этих словах, так часто встречающихся в молитвах, нет ничего пророческого. Однако прошло некоторое время, прежде чем она смогла продолжить свой разговор с духовником. «Вы говорили об этом месте, святой отец, и сказали, начала она, да-да, машинально ответил духовник, по-прежнему думая о своем, там есть комната, а в ней... «Что это за шум?» — вдруг спросила Маркиза, прерывая его. Они прислушались. Протяжные негромкие звуки органа нарушили тишину храма и снова смолкли. «Какая печальная нота!» — дрожащим от волнения голосом промолвила Маркиза. «Кто-то так боязливо и неуверенно коснулся клавиш? Ведь вечерняя месса давно окончилась?» «Дочь моя, вы говорили, что у вас смелость и выдержка мужчины», сурово заметил духовник. «О, вы, у вас женское сердце». «Простите, святой отец, я не знаю, почему это так взволновало меня, но я сейчас успокоюсь. Вы говорили о комнате... Да, комната с потайным ходом, сооруженном много лет назад. С какой целью?» испуганно спросила Маркиза. «Простите, дочь моя, разве вам недостаточно, что там есть потайная дверь? Через нее ночью, когда девушка будет спать...» «Я все поняла», поспешно сказала Маркиза. «Но зачем дверь?» «Должна быть причина, почему в этом заброшенном, стоящем на отшибе доме, где живет всего один человек, сделан потайной ход?» «Он ведет к морю», как бы не слыша ее вопроса, продолжал Скидони. «Там на берегу, в ночной темноте, где бьются о берег волны, не останется и следа». «Тише!» опять прервала его Маркиза. «Слышите, снова эта печальная нота?» Негромкие звуки органа наполнили церковь, а затем послышались голоса хора и нарастающий звон колокола, печальный и торжественный. «Кто-то умер», пролепетала Маркиза, побледнев. «Мир ему», произнес Скидони и перекрестился, «Да будет мир в его душе!» «Слышите, поют!» Голос Маркиза дрожал. «Это заупокойное!» «Кто-то только что умер!» «Чья-то душа отлетела Господу Богу!» Они молча слушали звуки органа. Маркиза была потрясена! Она то бледнела, то краснела, дыхание ее было неровным, прерывистым, неожиданные слезинки скатились по ее щекам, но это были скорее слезы отчаяния, чем раскаяния. Чье-то тело теперь холодное, остывшее, почти беззвучно шептали ее губы. Час назад было еще живым, теплым. Смерть погасило чувство. Теперь же я сама готовлю ту же участь такому же живому, как и я, существу. О, несчастная доля матери, которую безрассудство сына толкает на это! Маркиза резко повернулась и отдалилась от духовника. Не в силах сдержать себя, она разрыдалась. Скидоний в сумерках храма не видел ее лица, а ее рыдания и горестные вздохи тонули в мощных звуках органа. Состояние Маркизы отнюдь не обеспокоило ее духовника. Скорее, он испытывал досаду и легкую тревогу. О, эти женщины! С раздражением проворчал он себе под нос. Рабы страстей, жертвы собственных эмоций и настроений. Когда их обуревают гордыня и жажда мести, презрев опасности закона, они готовы на все, на любые преступления. Однако стоит звуком музыки тронуть слабые струнки в их душе, задеть их воображение, пробудить воспоминания и прощайте здравый смысл и былая проницательность. Они тут же готовы отказаться от того, что только что считали столь важным для себя. Их уже переполняют другие эмоции и желания, они опять жертвы своих чувств. И все из-за звуков органа. Слабые и достойные презрения существа. Во всяком случае, в данный момент это все в полной мере могло относиться к маркизе. Реквием, услышанный в храме, лишил ее прежней уверенности, ибо ей, замышлявшие убийства, он показался грозным предзнаменованием, вызвал ужас, пробудил умолкнувшую совесть. Но, успокоившись, она вернулась к духовнику. Мы продолжим разговор в другое время, святой отец. Сейчас я слишком взволнованна. Спокойной ночи. и помяните меня в ваших молитвах. Да будет мир в вашей душе, госпожа, недовольно произнес монах. Я помяну вас в своих молитвах. Будьте решительны и мудры, какой я знал вас всегда. Маркиза подозвала служанку и, опустив вуаль, опираясь на руку горничной, покинула церковь. Скидо не глядел ей вслед, пока ее фигура не растворилась в сумерках храма. Затем, погруженный в раздумья, медленно вышел через боковую дверь. Он был разочарован, но не терял надежды. Глава пятая по горным хребтам, по крутым берегам пронесся звук рыдания и муки. От весенних полей, от седых тополей примчался гений вздохов и разлуки. В тоске густые косы разрывая, то нимфы в сумерках скорбят рыдая. Мильтон Пока маркиза и ее духовник замышляли свое чудовищное преступление, Элена все еще находилась в монастыре Урсулинок на озере Челана. В этой маленькой заброшенной обители ее задержало внезапное недомогание. Видимо, сказались недавние тревоги, страдания и нелегкий путь. Дух девушки был подавлен, странная слабость обессилела тело. С каждым днем она возрастала, несмотря на покой и заботы окружающих. Но Элена не теряла надежды, что вскоре они смогут продолжить свой путь. Была на исходе уже вторая неделя, когда, наконец, живительный воздух челана и покой победили болезнь. Венченция, навещавшая Элену каждый день, наконец, обрел надежду на то, что снова сможет обсудить с ней их будущее. Он опасался, что рано или поздно пребывание Элены в монастыре Урсулина станет известным их врагам, и они не приминут разлучить их. Их венчание должно состояться немедленно, что позволит ему защитить Элену как свою законную супругу. В каждый свой визит к ней он ронял хотя бы несколько слов, говоривших о его тревоге, ибо понимал, как немилосердно к ним время. По мере того, как Элена выздоравливала, юноша становился все более настойчивым. Элена прекрасно понимала, что, послушавшись только своего сердца, она давно бы отдала свою руку этому благородному и преданному юноше, но ее удерживала гордость. Она убеждала удрученного ее отказами Винченце, что остается верна данному слову, однако согласиться обвинчаться с ним лишь согласие его родителей. Тогда она будет готова забыть нанесенные обиды и будет счастлива стать его женой. Винченце должен уважать гордость той, которую любит. Он не может требовать от нее уступок. Бедный Винченце не мог не согласиться со справедливостью упреков Элены, ибо знал больше, чем она о коварстве своей матери и ее несправедливости к Элене. Временами, придя в полное отчаяние, он готов был согласиться с Эленой и ее уговорами подождать согласия родителей и обещал более не тревожить своими настояниями. Однако страх потерять Элену, предчувствия грозной опасности, нависшей над ними, не давали ему покоя. Его родители едва ли способны ради его счастья забыть свою спесь и гордыню. Они не откажутся от своих планов разлучить его с Эленой. Их любовь может спасти только брак. Тогда он перед всем миром назовет Элену своей женой и только тогда сможет по-настоящему защитить ее. Тревога и сомнения совсем лишили Винченца покоя. Элена не могла не заметить этого и глубоко сострадала, понимая, какую боль причиняет ему своим упорством. Она часто корила себя за жестокость, за то, что не может успокоить того, кто так преданно и безоглядно любит ее, кто спас ее от заточения в монастыре и продолжает так нежно и заботливо опекать и охранять. Винченца догадывался о борьбе, которая происходила в душе девушки, и не терял надежды. Наконец, попрощавшись с ним в их последнее свидание и взяв с него обещание, что в этот день они больше не увидятся, Элена заверила его, что завтра он узнает ее окончательное решение. Эти часы ожидания были самыми тревожными для Винченца. Покинув монастырь Урсулинок, он еще долго был на берегу озера, прежде чем вернуться к себе. Однако вечер снова застал его у стен монастыря. Для Элены этот день тоже был тревожным. Хотя ущемленная гордость и обида на семейство Вивальди удерживали ее от немедленного согласия на брак с Винченца, искренняя любовь и привязанность не позволяли ей ответить ему решительным отказом. Ей казалось, что покойная тетушка, незримо присутствующая рядом, удерживает ее от этого неверного шага. Умирая, она взяла с них обет, что после смерти они с Винченца будут вместе. И теперь словно напоминала ей об этом. Элена решила завтра же ответить Винченца, что согласна стать его женой. На следующий день утром, задолго до назначенного часа, Элена ждала его. Его бледность поразила и стревожила ее. В его глазах были ожидания и мольба. Но, увидев ее улыбку и протянутую руку, он с облегчением вздохнул и лицо его просияло. «Ты моя, Элена, не так ли?» воскрикнул он, наконец, обретя дар речи. «Нас теперь ничто не разлучит». «Ой, я верю, твое лицо говорит мне об этом. Ну, не молчи, Элена, развей мои сомнения». «Я твоя, Венченце», тихо промолвила девушка. «Никто более нас не разлучит». И тут, не выдержав охватившего ее волнения, она вдруг разрыдалась. «О чем ты, Элена, дорогая?» в отчаянии воскликнул Венченце. «Зачем эти слезы? Ты не рада? Скажи мне, не мучай меня». «О, как ты не можешь понять, Венченце? Разве тебе ничего не говорят мои слезы? Я никогда не любила тебя больше, чем сейчас, когда решила стать твоей женой без родительского благословения. Но этим, Венченце, я окончательно роняю себя в их глазах и в своих собственных тоже», — печально промолвила она. «Элена, дорогая, как можешь так думать?» Бедный юноша был так огорчен, что даже растерялся. Лицо его вспыхнуло от гнева на тех, кто так жестоко заставил страдать Элену. Но, гордо вскинув голову, он произнес как клятву. «Верь мне, Элена, узнав тебя, мои родители оценят твои достоинства. Будь я всемогущ, с гордостью объявил бы всему миру о моей любви и уважении к тебе». Тронутая его юношеским пафосом, Элена, улыбнувшись сквозь слезы, вновь протянула ему руку. Получив согласие Элены на венчание, юноша поспешил в монастырь бенедиктинцев, где уже почти договорился со старым священником, что тот обвенчает их. Он согласился сделать это после вечерней мессы, когда церковь опустеет, а братья бенедиктинцы соберутся в трапезной на ужин. Тогда у священника возможно выдастся свободный час. Элена, посвятив во все игуменью монастыря Урсулинок, получила ее согласие на то, чтобы в церковь ее сопровождала одна из монахинь. Вернувшийся вскоре венченца рассказал о своем плане. В назначенный час он встретит ее у ворот монастыря, и они вместе проследуют в церковь бенедиктинцев, которая была совсем недалеко. После венчания их будет ждать лодка, чтобы переправиться через озеро и продолжить путь в Неаполь. Сообщив все это Елене юноша снова покинул ее, чтобы договориться с рыбаками о лодке, а Елена, вернувшись к себе, стала готовиться к отъезду. Чем ближе был час отъезда, тем тяжелее становилось на душе у Елены. Ее мучили дурные предчувствия. Погода внезапно изменилась, и небо заволокли грозовые тучи. Наконец, в сумерки, попрощавшись с доброй игуменьей и сердечно поблагодарив ее, Елена в сопровождении пожилой монахини покинула монастырь. У ворот ее уже ждал Винченце. Увидев ее печальное лицо, он с упреком посмотрел на нее, но она молча подала ему руку. Тяжелые предгрызовые тучи пугали Елену, ветер усилился, и было слышно, как внизу на озере шумом разбиваются волны, а прибрежные скалы. Неподвижные досели верхушки вековых сосен пришли в движение. Элена с опаской поглядывала на громаду туч, нависшую над вершинами гор. Стревоженные чайки с криком кружили над озером. Не выдержав, Элена с тревогой спросила Винченца, не опасен ли путь через озеро в такую непогоду. Винченца, чтобы успокоить ее, немедленно позвал Паула и велел ему отказаться от лодки и нанять экипаж. «Они переждут грозу», успокоил он Элену, «и лишь потом тронутся в путь». Проходя по узкой аллее к церкви, Элена невольно обратила внимание на печальной стройки парисов, сомкнувших над ними свои своды, и ей это показалось дурным предзнаменованием. «Разве такой должна быть дорога к алтарю?» невольно воскликнула она. «О, как я суеверна, прости меня, Винченца! Юноша попытался ее успокоить. Наконец они вошли под темные своды церкви. Священник и еще один монах, который должен был стать шафером, невесты были погружены в молитву. Винченца провел Элену к алтарю, где они вместе стали ждать, когда священник закончит молитву. Волнение Элены росло. Она с недоверием осматривала темные стены храма, и ей чудило, что в темноте кто-то притаился и следит за ними недобрым взором. «Но кому могло прийти это в голову в такой час и в непогоду?» гнала она от себя страшную мысль. То ей показалось, что она видит лицо, прижавшееся к стеклу. Но вновь взглянув в ту сторону, она ничего уже не увидела. Тем не менее, страх не покидал ее. Она напряженно прислушивалась ко всем звукам, доносившимся извне, к шуму волн, бьющихся о прибрежные камни. Ей даже чудились чьи-то шаги и голоса. Возможно, это прохожие, привлеченные светом в храме, успокаивала она себя. Но вдруг она замерла, ибо боковая дверь вблизи алтаря приоткрылась, и она увидела чье-то лицо, заглянувшее в храм. Это длилось всего лишь мгновение, и дверь снова бесшумно закрылась. Венченца, заметив, как изменилось в лице Елена, встревоженно проследил ее испуганный взгляд, но ничего не заметив, спросил ее о причине внезапного страха. За нами следят, прошептала она. Кто-то заглянул в храм через эту дверь. Никто не может следить за нами, дорогая, попытался успокоить он ее, и, повернувшись к священнику, попросил начать церемонию венчания. Тот знаком дал понять, что заканчивает молитву. Монах, поднявшись с колен, предложил венченце запереть двери храма, чтобы избежать любопытства посторонних. «Мы не можем закрывать двери храма», строго возразил священник. «Святое место должно быть открыто для всех». «Тогда позвольте проверить, кто прячется за этой дверью», сказал венченце, «ради покоя сеньорины». «Я настаиваю на этом». Священник не возражал, и венченце, открыв дверь, убедился, что за нею лишь пустой коридор. Наконец священник закончил молитву и поднялся с колен. «Дети мои, я заставил вас ждать, но молитва старого человека столь же священна, как брачный обет молодого, хотя в данный момент вы можете не согласиться со мной. Я соглашусь с вами, святой отец, если смогу произнести эту клятву сейчас же. Время не терпит». Священник занял свое место, у алтаря и открыл молитвенник. Венченца, став справа от него, взглядом полном нежности и любви, ободрила Лену, опиравшуюся на руку монахини. Глаза ее были опущены. Священник начал обряд венчания, однако странный шум снова испугал Лену. Взглянув на дверь, она увидела, как она снова осторожно открылась, и в нее протиснулась полусогнутая фигура высокого человека. В руках он держал горящий факел, осветивший тех, кто через его плечо заглядывал в церковь. Их грубые лица и необычная одежда убедили Лену, что это посторонние для монастыря люди и замышляют недоброе. Ее сдавленный крик испугал Винченца, и он едва успел подхватить потерявшую сознание Лену. Склонившись над ней, он не мог видеть людей, вошедших в храм, но, услышав за спиной шаги, обернулся и увидел приближающуюся к ним группу вооруженных людей. «Кто вы и как посмели вторгнуться в храм?» громко воскликнул он. «Это кощунство, подобным образом осквернять святое место, поддержал его перепуганный священник, но это не остановило непрошенных гостей». Тогда Винченца выпрямился и, не раздумывая, выхватил шпагу и закрыл собой лежавшую без чувства Лену. «Вы, Винченца де Вивальди из Неаполя, громовым голосом промолвил высокий мужчина, шедший впереди, и вы, Элена де Розальба с вилы Альтиери, именем святой инквизиции, арестованы. «Инквизиции?» воскликнул пораженный Винченца. «Это какая-то ошибка. Что может быть у инквизиции против меня? Это обман. Я не верю вам». «Ваша воля, сеньор, верить или не верить, но именем инквизиции вы арестованы». «Прочь, самозванец и обманщик», воскликнул Винченца, взмахнув шпагой. «Я готов проучить тебя за самоправство». «Вы наносите оскорбление офицеру инквизиции», грозно ответил тот. «Это не пройдет вам безнаказанно». Священник, придя в себя, торопливо остановил Винченца, готового уже вступить в схватку. «Если вы стражи инквизиции, не можете ли вы предъявить нам доказательства этого?» смиренно произнес он, обращаясь к офицеру. «Помните, сын мой, храм — это святое место, и каждый может найти здесь приют. Я не позволю вам никого увезти отсюда, не получив доказательств, оправдывающих ваши действия». «Предъявите ваши полномочия», потребовал Винченца, повысив голос. «Вот они», ответил офицер, протянув священнику свиток пергамента. «Читайте». Священник развернул пергамент и стал добросовестно разбирать, что в нем написано. Но сам вид пергамента, тяжелая печать и первые слова привели его в такое сметелье, что он выронил его и с удивлением и ужасом уставился на Винченца. Тот, нагнувшись, попытался было поднять упавший документ, но офицер грубо остановил его и поднялся. «Бедняга», пролепетал потрясенный священник, «увы, вы виновны и должны предстать перед страшным судом за совершенные преступления». «Провидение спасло меня от ужасной ошибки», прошептал старик. Ошеломленный поведением священника Винченца ничего не понимал. «Какое преступление, святой отец? Это обман столь коварный и хитроумный, что даже вы в него поверили. Я не совершал никакого преступления. Я не думал, сын мой, что в вашем возрасте ваше сердце столь огрубело и вы подвержены страстям. Вы сами знаете, в чем ваша вина. Ложь! Ваш возраст и сан не позволяют мне потребовать от вас удовлетворения, но эти негодяи, посмевшие обвинить в преступлении невинную девушку, поплатятся за это. Гневу и отчаянию юноши не было предела. «Остановитесь», воскликнул священник, схватив его за руку, «пожалейте себя и ее. Ваше сопротивление лишь усугубит вашу вину и ужесточит меру наказания. Мне все равно. Но я должен защитить Элену Ди-Розальба. Пусть только посмеют приблизиться к ней. Именно она, лежащая сейчас без чувств у ваших ног, должна будет расплачиваться за ваше безрассудство. Ей, вашей соучастнице... «Соучастнице в чем?» воскликнул пораженный Венченце. «В чем моя вина?» Успокойтесь, юноша. «Разве вуаль этой несчастной не является доказательством вашей вины?» «Вы посмели выкрасть монахиню из монастыря?» пояснил наконец офицер. «И теперь понесете наказание. Когда вы устанете изображать из себя героя, вы последуете за нами. Не советую испытывать наше терпение, оно уже на пределе». И тут бедный юноша впервые обратил внимание на монашеское покрывало на Элени, то самое, что раздобыло ей Оливия в день бегства из монастыря. Оно укрыло Элену от острых глаз игуменьи, но оно же должно было погубить их теперь. В спешке и суматохе тревожных дней Элена не подумала сменить его на простую валь горожанки. От внимания сестер Урсулинок не могла ускользнуть такая деталь, как покрывала монахини на Элене». Не зная всей предыстории с покрывалом и как оно могло попасть к Элене, Винченце, тем не менее, стал уже о многом догадываться. И первой его догадкой было, что без коварного скидони тут не обошлось. Вполне возможно, что именно так он решил отомстить ему за стычку в церкви Святого Духа. Винченце не мог знать о зловещих планах его матери в отношении Элены, но каким-то чутьем угадывал, что его арест предпринят не без ее ведома и не является просто актом мести монаха. Он не посмел бы так далеко зайти, но бедный юноша не подозревал, какую власть над маркизой отныне обрел ее духовник. Онемевший от ужаса и отчаяния, он смотрел на Элену, которая уже начала приходить в себя. Протянув к нему руку, девушка с мольбою прошептала «Не оставляй меня, пока ты рядом, я в безопасности». Звук ее голоса вывел Винченца из-за цепенения, и, повернувшись к молча наблюдавшим стражам, он приказал им или покинуть церковь, или защищаться. В ответ те тоже обнажили шпаги. Испуганный крик Элены и стинания старого священника потонули в шуме неравной схватки. Винченце, будучи в одиночестве, решил избрать оборону, чтобы избежать ненужного кровопролития. Он спокойно ждал, надеясь на свое умение владеть шпагой. Ему удалось ранить первого же нападавшего, но их оставалось еще двое. Он почти потерял надежду, как вдруг в церковь бежал Пауло. Увидев, что произошло, он, не раздумывая, бросился на помощь своему господину. Храбрость и ловкость Пауло принесли им перевес, но в это время в церковь ворвались еще несколько солдат. В возобновившейся стычке Винченце и Пауло были ранены. Бедная Елена, бросившаяся к Винченце, была грубо схвачена вошедшими стражниками. Увидев, что Винченце ранен, она отчаянно забилась в руках негодяев, умоляя дать ей помочь раненому возлюбленному. Винченце, ослабевший от ран и окруженный стражей, видя метание Елены, попросил священника позаботиться о девушке и потребовать, чтобы ее немедленно отпустили. «Я не вправе вмешиваться, сеньор», трусливо забормотал бенедиктинец. «Разве вы не знаете, что грозит тому, кто посмеет ослушаться суде Инквизиции?» «Ему грозит смерть». «Смерть?» в отчаянии воскликнула Елена. «Да, госпожа, смерть». «Сеньор», мрачно заметил офицер, глядя на Винченце. «Вы дорого заплатите за то, что ранили одного из нас? Он указал на лежащего на полу наемника, которого Винченце действительно серьезно ранил. «Мой господин здесь ни при чем», вмешался Паула. «Это моя работа. Если бы мои руки были свободны, я повторил бы ее на ком-нибудь из вас». «Успокойся, Паула. Это я ранил его, и я постоял за свою честь». «Пощадите девушку, она ни в чем не виновата. Как можете вы бросить ее в темницу по обвинению столь ложному и бесчестному?» «Наше снисхождение ей не поможет», ответил офицер. «Мы выполняем приказ. Ей самой перед судьями придется доказать, справедливо ли обвинение или нет». «Какое обвинение?» гневно воскликнула Элена. «Вы нарушили обет монахини сеньора», придя в себя, заметил священник. Элена подняла глаза к небу. «Господи, ты видишь», с мольбою промолвила она. «Она призналась?» торжественно воскликнул один из наемников. «Она не признает за собой вины, она лишь призывает Бога в свидетели ее невиновности». «Ой, Лена, неужели мне придется оставить тебя в руках этих бесчестных людей, оставить навсегда?» Мысль об этом была столь чудовищна, что от гнева к Винченце вернулись силы, и он вырвался из державших его рук. Бросившись с колени, он прижал ее к сердцу. Девушка, уронив голову, ему на плечо разрыдалась. Стражи вокруг них не препятствовали их печальному прощанию, словно слезы Елены тронули их зачерствевшие сердца. Однако силы изменили ослабевшему и потерявшему много крови Винченце. Ноги его подкосились, и он опустился на пол. «Помогите!» кричала в испуге Елена. «Он умрет! Помогите!» Священник предложил отнести юношу в монастырь, где ему будет оказана помощь. Однако Винченце, уверенный, что Елена должна последовать вместе с ним на суд Инквизиции, наотрез отказался расстаться с ней. «Не беспокойтесь, сеньор, мы позаботимся о ней», ответил офицер, отклонив просьбу Винченца увезти их вместе. «Но ехать вместе вам не положено». «Где это видано, чтобы арестованные ехали вместе?» издевательски воскликнул один из стражей. «Чего доброго сговоряться между собой, как отвечать на суде или замыслит план побега?» «Но вы не разлучите меня с моим господином», решительно вмешался Паула. «Я требую, чтобы и меня тоже отдали на суд Инквизиции или на суд самому дьяволу, как вам там вздумается». «Не беспокойся», ответил офицер, «ты первым туда угодишь. Тебя ждут суд и наказание, которое ты заслужил». «Не будем терять время», обратился он к своим подчиненным и, указав на Элену, добавил «уведите ее». Стражи подхватили под руки девушку. «Пустите!» закричал Паула, увидев, как Элену уводят из церкви. «Пустите меня!» Ему удалось разорвать веревки, которыми были связаны его руки, но стражи набросились на него. Венченция, обессилевшая от потери крови, в последней отчаянной попытке подняться с пола и помочь Элене, смог лишь поднять голову. Туман застлал ему глаза, и, с трудом произнеся имя Элены, он потерял сознание. Элена, не отрывая от него взгляда, продолжала звать его. «Скажи что-нибудь, Венченция!» в отчаянии молила она. «Скажи хоть слово любимой, хоть одно прощальное слово!» Но юноша уже ничего не слышал. «Прощай, Венченция!» «Прощай навсегда!» в последний раз воскликнула девушка, и крик ее был столь скорбный и печальный, что даже сердце трусливого бенедиктинца дрогнуло, и он украткой смахнул слезу. Услышал этот крик Венченция, он словно пробудил его к жизни, и он в последний раз увидел Лену, прежде чем она исчезла в пролете двери. Все страдания, лишения, надежды были напрасны. Сопротивляться было бесполезно. Его связали и вместе с Паула, яростно протестующим и клянущим похитителей, припроводили в монастыре бенедиктинцев. слезу. Сопротивляет